Есть дело, для которого нужна помощь профессионала? Специалистов под любые ваши задачи можно найти на профи. Переходите по ссылке в описании. Бинго-бонго и джимба-джамба говорит и показывает Москва. Всем привет, ребята, я Серёжа, это подкаст Серёжа Микрофон. Со мной здесь в студии команда транснациональной корпорации Ирина и Валя. Ни тот, ни другой не хотят говорить в микрофон. Ничего, устали, поздно. А сегодня совершенно потрясающий эпизод с гинекологом, ребята. И этот выпуск для всех. И для женщин в первую очередь, и для мужчин. Потому что так получилось. Я сам не ожидал, что в основном мы говорили про верхнюю часть тела. Конкретно про голову. В нижнюю часть тела, вы понимаете, куда мы заглядывали не так часто. Плюс мы поговорили про то, что такое сквирт. Про оргазмы. Вообще потрясающе классная беседа. Я не знаю, как нам удается каждую неделю доставать таких вот замечательных людей. Вот когда закончится пруха? Скажите, пожалуйста, дорогие друзья. Телеграм-канал Big Numbers для избранных, для лучших. Мы, знаете, мы не хотим, чтобы он даже рос. Потому что избранных лучших не бывает миллион. Правда ведь? Манипулянт. Все, погнали. Ну, погнали. Дмитрий, привет. Добрый вечер. Сразу сдаюсь всем вам. Я опоздал дико на 20-30 минут. Сколько я опоздал? Все, что могло пойти не так, пошло не так. Так, насколько я вас от себя отвернул уже? Не насколько, потому что я сегодня тоже столкнулся с совершенно необычным днем. Все шло не так. Поэтому я принимал любые обстоятельства к сегодняшнему дня. То, что мы вообще уже встретились, это прекрасно. Yes! Да, огромное, огромное извинение. Простите, пожалуйста. Так, ну что? На ты, на вы, кстати. Мне удобнее будет на вы, потому что это мой медицинский способ общения с людьми. Поэтому на ты мне будет очень сложно. Поэтому, если вы хотите обращаться ко мне на ты, я думаю, это будет очень сложно. Мне тоже удобнее на вы всегда. Давайте на вы. Особенно, когда человек от науки, от медицины. Как-то, не знаю, как-то само собой. Ну, сейчас это уже не по-чеховски. Сейчас уже врач как-то больше сошел с небес до уровня обслуживающего персонала. Он даже не дружище. А он, как это было когда-то в комедии, говорил, эй, бедолага. Эй, бедолага. Ну, я думаю, что специалисты хорошие, они, конечно, не бедолаги далеко. Вы знаете, я как бы, мне много лет, и я еще учился, условно говоря, в 90-х годах. А в то время, когда врач был реальным небожителем, и уровень уважения был такой, что иметь в записной книжке несколько классных врачей по специальности было большим достоянием. А врач шел по больнице с видом такого важного человека, что рядом с ним проходить было страшно. А уж обращаться, постучаться в ординаторскую. И сказать, прошу прощения, Петр Иванович, можно позже? Петр Иванович отдыхает. Ну да, сейчас такого нет, конечно. Сейчас уже, с учетом того, что это все сфера услуг, причем сильно контролируемая всеми возможными проверяющими и наказывающими органами, и медицины столько ее, она в избытке, ее можно от метро до дома дойти, зайти к пяти врачам, сдать шесть анализов, получить тут же онлайн-консультацию через приложение, заплатить за это все непомерно маленькие деньги. То есть мы сейчас купаемся в медицине, поэтому ее стало огромное количество. И она, конечно, обесценилась. Я сейчас вам не возражаю, потому что это ваша реальность, вы в ней живете. А мне казалось, у нас страна личных советов. То есть у нас в основном к врачам идут, потому что знакомый, знакомая посоветовал. Посоветовал. Вот прямо к нему, вот он просто. И ты уже не можешь, ты уже понимаешь, что только он и существует. Потому что, ну вот, посоветовал человек, значит, нужно не потерять такой ценный кадр. На дороге не валяются. Ну, это было всегда, это вообще как бы опыт с СССР, потому что так было, и это было как бы... Но сейчас тоже так ведут. Ну, дело все в том, что тогда не было вот этих красивых частных клиник, тогда не было рекламы раскрученных врачей, поэтому сейчас они появились на рынке, и они оттягивают на себя такую аудиторию. Нужно понимать о том, что, я не знаю, как в других специальностях, но, условно говоря, в гинекологии и в акушерстве, вот это вот познакомство, это очень коварная вещь. Дело все в том, что женщины часто рекомендуют акушер-гинекологов на основании какого-то удачного опыта беременности и родов. Нужно понимать, что это чисто физиологический процесс, и если какая-нибудь Мария Ивановна классно приняла роды, то она вряд ли разбирается в миоми-матке. И вот эта вот история, что кто-то оказался более эмпатичен, приятен, задал вопрос про новые сапоги, и поэтому там случилось лечение одного заболевания круто, это не означает, что этот человек обладает хорошими медицинскими знаниями. Сейчас появилось такое понятие, как доказательная медицина, которая мне очень не нравится по сути, потому что, как я все время привожу, пример док-мед – это классное знание кулинарной книги. А шеф-повар, который классно знает кулинарную книгу, еще обладает знанием того, как из этого приготовить то блюдо, которое скажет, что оно супер. Понимаете? То есть это умение в практике применять правила, которые ты идеально выучил в базе. И вот эта стезя врачей, она уже начинает с помощью соцсетей, то, чем я занимаюсь, просветительство, не быть человеком, которого посоветовали по знакомству, а сначала презентовать свои знания и свое умение лечить. И на основании этого уже современный человек понимает, что если ему просто объяснили устройство андронного коллайдера, то значит, что его проблемы тоже просто решат. Поэтому вот к чему, в принципе, привело современное развитие и социальных сетей, и технологий в них, и презентации врачей. Придумал шутку. Да. А вы андронным коллайдером назвали матку? Нет, андронным коллайдером... Вы знаете, дело в том, что когда-то еще в те времена, когда физики были в моде, был такой синхрофазотрон. Да, я слышал это слово, никогда не понимал, что это значит. Это что-то похожее на андронный коллайдер. И дело в том, что я когда-то впервые услышал фразу, которая определила вообще все мое дальнейшее творчество, если это можно так назвать. Мне сказали, если ты реально понимаешь, что такое синхрофазотрон, ты объяснишь это шестилетнему пальчику. Мальчику? Мальчику. Да. И дело в том, что когда я пришел в университет, я стал сталкиваться с диким наукообразием советских учебников. То есть невозможно было понимать, что там 30 страниц автор описывает. И я знал английский язык, и мне попались американские учебники. Я был поражен тем, что я читал тему там и читал тему здесь. Здесь я понимал все на трех схемах, двух, все понятно было. И тогда мое образование стало идти параллельно. То есть я стал читать американские учебники и как бы просматривать, о чем тут в 70-х годах пытался какой-то профессор-академик наукообразно самовыразиться для самоудовлетворения своих научных потребностей. Мол, ну пойди-ка пойми меня. А не понял? Не дорос мой хороший. У нас даже там ходила какая-то шутка, что там типа в биологии тогдашнего ректора второго меда, что гаструляция как метод бластуляции характерен для кишечно-полосных, там что-то такое было. Он там ходил. Вот. И тогда я понял о том, что за этим наукообразием скрывается часто непонимание предмета. Ну то есть можно очень долго умно говорить. Либо желание набить себе цену. Тут все сложно, а ты слушай меня. Мне кажется, что в первую очередь это попытаться показаться сложным, чтобы никто не понял, что ты несложный. Это так мы проще скажем. Вот. И поэтому все, что дальше я стал делать, это я стал упрощать. Я стал просто пытаться убрать вот эту вот историю про сложно. И оказывается, можно сложные вещи объяснять простым языком. Можно вовлекать пациентов в процесс, в котором они будут не просто по патерналистической модели медицины, кое заградилось в нашем государстве, в СССР, да, где, ну, я умный, а ты дурак. Вот пропей эти таблетки и иди отсюда, да. А вовлекать его в серьезный разговор о том, что, смотрите, я объясняю, что с тобой, я говорю, что вот есть такие-то пути в решении проблемы, я считаю, что оптимальным является вот это, но вы можете выбрать и вот это. Но самое интересное, что когда я всем этим стал заниматься и написал свои научно-популярные книги, сделал сайт и веду социальные сети, то оказывается, что не всем это нужно. И поэтому у меня появились мои пациенты и не мои пациенты. Ну, то есть мои пациенты, они приходят, мы сидим, рисуем на лесонке, они все понимают, классно действуют. И не мои пациентки, которые говорят, док, что пропить? Пропить, что скажи? Просто скажи и все. Я не хочу понимать. Что там? Да не надо мне твоих рисунков. Давай вот просто. Делай что. Да, делай что. Вот. И на самом деле это так. И эта патенталистическая модель, она свойственна, ну, в принципе, для нашей страны, она опять возвращается. Люди опять хотят, чтобы им просто полечили, как на массаж. Поэтому у меня анализы, я не знаю, мне из клиники позвонили, сказали, все нормально. Я говорю, а где бумага-то? Вдруг ошиблись. Ну, там же не ошибаются, это же люди в белых халатах. А когда у вас был первый день после администрации, да я не слежу. А что там было? Вы что-то соперировали, выписку не забрала, что... Я говорю, простите, а как же мы будем с вами взаимодействовать в процессе поиска причин нынешней ситуации, если у меня нет ничего? Ну, как-нибудь. Ну, то есть, по сути, как пришла на массаж, легла массировать. Мне кажется, я знаю, откуда это идет. Слишком много информации в мире стало. Нужно во всем разобраться. Ну, реально, вот ты хочешь телевизор, ты такой, елки-палки, что там какие-то жидкокристаллические какие-то лет. С Мартова бес, господи. Дайте мне телевизор просто. Это только телевизор. А куда ни ткни, везде нужно прямо изучить и внедриться. Это так. Это тот пример, который я как раз и привожу пациентам, которые мне стонут в комментариях. Доктор, вас надо размножить, во все города посадить. У нас таких нету. А что нам делать? А главный вопрос, где найти грамотного врача? Я говорю, понимаете, дело все в том, что я могу в ответ оказывать такой же вот как бы стон бурлака. Потому что я прихожу в какой-нибудь там магазин техники. Я говорю, какой мне подобрать пылесос? Мне говорят, купи этот. Я его покупаю, оказывается, что это ерунда. Но, я говорю, у меня же есть неделя, где я могу минут по 15-20 сидеть и изучать суть современного пылесосостроения, условно говоря. Эти марки специализируются на этим. Это вообще копии. Тут красивая обложка, одну не сосет. Там сосет, но обратно выбрасывает. В общем, это же недолго. То есть, и все. Я вообще с вами согласен, потому что я так устроен. Мне все интересно. Я такой, так, пылесосы. Let's go! Ну да. Но, когда ты начинаешь изучать сам, ты сталкиваешься с тем, что один говорит, этот пылесос вот такой вот. Читаешь комментарии, второй говорит, вы что, этот пылесос ужасен. И ты такой, господи, это что, мне опять принимать решение? Опять вернемся к гинекологии. Смотрите, вы читаете эксперта, который вам безосновательно о чем-то говорит. Он уже пропустил. А теперь я читаю не про это. Я читаю, какие виды пылесосов вообще существуют сейчас. Какая функция пылесоса нужна для чего. То есть, я не читаю чужое мнение, которое часто может быть ангажированным. Ангажированным за основание его персональных симпатий, и это я говорю про медицину, какой-то заказухи, потому что он работает на какую-то форму. Его глубочайших вот просто непонимания необразованности. Поэтому, когда человек говорит, не пользуемся этим препаратом, потому что он плохой, а пользуемся этим, потому что он хороший. Я так не действую никогда. То есть, прежде чем что-то сделать, и я в каждом своем посту, я веду к анатомии и к физиологии. Условно говоря, когда я там постоянно рассказываю о том, что есть препарат, которым в гинекологии лечат каждую пациентку. Вот просто вот нет такой пациентки, которую никогда не назначали. Его назначают от всего. А я веду активную позицию о том, что этот препарат практически вообще не нужен. Он только усугубляет ситуацию, ничего не помогает, у него область применения такая. Я не выхожу с плакатом и не говорю, все, вот это плохо. Нет. Я иду и объясняю, что там есть вторая фаза цикла. Внутри нее вырабатывается вот такой вот гормон. Этот гормон играет вот такую-то роль. И поэтому потребность в этом гормоне, условно говоря, нужна только в той и той ситуации, когда объективно в рамках патологического процесса это не вырабатывается. Во всех остальных случаях он не нужен. То есть, как я подвел ситуацию, я от анатомии до физиологии, те факты, которые вы можете проверить в любом, блин, учебнике, показал абсурдность назначения там, там и там. Поэтому, условно говоря, если вы разбираетесь, вот, например, микрофон. Я вот сейчас веду в телеграм-канале ежедневный обзор пациентов. Ну, такой вот, такой ежедневный доктор-хаус. Ко мне пришли с этим, мы покопались, поставили, интересно, люди смотрят. И мне нужна был микрофон. У меня вот такая подставка. И вот то, что я пришел и увидел, что у вас вот этот микрофон шур. 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 Я понял, что это лучшее из того, что может быть на основании чтения, какие они бывают, направленные, ненаправленные, снятием звука отсюда, оттуда, туда. Я понял, мне, значит, это не надо. Я интервью ни с кем не беру. Мне нужен то-то, то-то. И в конечном итоге я понял, что у меня есть выбор между этим и блю. И вот я понял, что на это денег мне жалко, потому что это прям что-то прям совсем дорого. А блю оптимально сделает вот это. Все. Я собирал и сделал. И у меня вот такая стойка, и я вот то, что пишу. Но я ни у кого не советовался. То есть я потратил какое-то время на эту ситуацию. Моя просветительская деятельность в гинекологии это ровно то, что я даю людям сейчас здесь, чтобы они приняли решение на месте. Да. Да. Я даже записал, смотря вашу лекцию, что вы, я не знаю, то ли автор, то ли идеолог, а может быть и то, и другое, позитивной гинекологии. Да, это мой термин. Почему? Потому что на самом деле, наверное, лучшее, то есть худшее, что может сделать врач для пациента, и о чем это было описано еще в древние времена, это навредить словом или словесным прогнозом. Ну, то есть, по сути, навредить словом. И для этого появился такой термин ятрогения. Ятрогения – это вред, нанесенный врачом, пациенту словом. Потом ятрогенные осложнения стали приписываться уже действиям. Например, условно говоря, там хирургическое повреждение кишки будет называться ятрогения. И почему изначально древние заметили о том, что это очень плохо? Потому что организм наш от лекаря, не от соседа Пети, а от лекаря, получает очень сильные внушения, которые могут иметь, ну, условно говоря, там, негативное воздействие, негативное проклятие. Когда мы приходим к врачу, мы очень открыты эмоционально. И человек, который призван нас лечить, нам нас так заложили, например, говорит, о, с такой маткой-то вы не забеременеете никогда, да. Ну, вот, после этого аборта-то все у тебя закончилось. Да, ну, вообще, с таким воспалением вряд ли, наверное, тебе потом... Ну, предраковое состояние, мое хорошее. Да, да. Вот это и есть то, что называется ятрогения, которая потом оказывается вот этими тяжеленными эмоциональными состояниями, которые порождают болезни, которые приходится лечить. Потому что, нужно признать, что чаще всего мне на приемах приходится отмывать пациентов от негативных прогнозов. Чаще всего пациенты годами, будучи изначальной точки здоровыми, проходят через череду вот этого навязчивого лечения, которое их делает абсолютно уже нездоровыми людьми. Но причина не в том, что они чем-то заболели, а причина в том, что на ним наговорили, налечили, набрали ненужных анализов, интерпретировали их негативно, и уже все. И сделали из них ипохондриков. Ипохондрия – это изначальное состояние большинства людей. Это у нас эпидемия тревожности. То есть нужно понимать, что около 40% соматической патологии во всех профессиях, они связаны с просторечным словом психосоматика, а на самом деле это соматизированные неврозы, имеющие проявление в виде соматоформных расстройств, к которым относятся ком в горле, боли в теле виброфибромиологии, синдром раздраженного кишечника, то, что у нас называется вегетососущество дистонии, дисфункции желчеводящих путей, хронические циститы, частое обострение молочницы баквогеноза, термоневрозы, вульводине, чувство зуда, жжение печенья в области вульвлагалища в отсутствии патологии. Вы как будто сейчас читали молитву. Да, и потому что я ее читаю 10 раз в день, и поэтому это уже происходит на подсознательном уровне. Вот. Предсловом. И получается, что кардиологи отлично знают, что у них 40% пациентов отделения лежат с ВСД, которая связана с неврозом, и помогает в алкардин, они не могут их выписать. Почему это все происходит? Потому что все-таки в основе этого всего лежит понятие тревожности. Откуда возникает тревожность? Тревожность везет из особенностей воспитания человека в детстве. Потому что тот первый понятный механизм беспричинной любви, который дарит мать в процессе вот этому родившемуся человечку кормления и просто оказания материнской ласки, беспричинной, закладывает вот это понятие о безопасности мира. И если ребенок достаточно быстро теряет беспричинную любовь, а потом быстро получает причинную любовь, поешь, дам конфету, будешь хорошо учиться, тогда-то... То есть только если ты будешь что-то хорошо делать или будешь хорошим человеком, то у тебя будет любовь или награда. Вот это зарождение тревожности, которое потом превращается и в эти серьезные тревожные, депрессивные расстройства, генерализованные тревожные расстройства, одним из компонентов которого является попытка в медицине найти ответ в виде формирования тех или иных заболеваний, которые отличаются от истинных заболеваний. Есть эндометриоз, миома матки, полип, эндометрионный кистоичник или дермоид. Но есть беспричинные ситуации, которые приводят, условно говоря, к нарушению менструального цикла, за исключением других причин, к рецидивирующим молочницам баквагенозам без определенных причин, к болям в животе и причин, на которых не особо ставится. Вот, поэтому, возвращаясь к тому, с чего я начинал... А вы говорили про вред словом. А я говорил про вред слова. Ярогения. Ярогения. Получается, что мы попадаем в порочный круг. То есть... И вообще начинали мы с позитивной гинекологии. Смотрите, получается вот в чем. Я сейчас приду туда, я туда заверну. Получается, что человек, столкнувшийся с... Имеющий ипохондрию, имеющий тревожность, волнующий свое здоровье, приходящий к врачу, от которого он хочет увидеть тот образ, который ему внушили родители, вот люди в белых халатах встают на защиту твоего здоровья, на самом деле, получают там достаточно негативные прогнозы. Они запуганы. На самом деле, так удобнее управлять пациентом. Это, по сути, как в любой единоборстве, просто сразу в пах бить, а после этого ты победил. И когда человек говорит, ой, что-то, возможно, тут онкология. Все, человек превращается, он все сдает. Он говорит, какие анализы хотите, я под дверью буду сидеть. Все, он пластилиновый. Но это же запрещенный прием. Вот. И в конечном итоге получается, что вот это и начинается. Давайте пообследуемся, анализически посмотрим. Это у вас, наверное, от этого. И все, и человек вот туда вот погряз. И получается, что общение с врачом становится токсичным и формирует усугубление тревожности, ипохондрии. Сейчас я пойду к врачу, там ничего хорошего не будет. Кто-то перестает ходить, кто-то продолжает выполнять ведомый страхом и переживаниями. И что получается, что если на самом же деле смотреть на эту проблему позитивно, ничего страшного. Это все достаточно простая ситуация. Она поправима в два шага. Здесь, конечно, есть хорошие шансы. Это антиэтрогения. И я понял, что даже вот этим уже могу сдвинуть с мертвой точки эту ситуацию. Просто тем, что не все так плохо. У нас есть пути решения. И вот так. Это классно. У меня на самом деле такой подкаст. У меня люди, которые сюда приходят, ни один из них не услышал неудобный вопрос. Я хочу с людьми говорить о том, о чем они сами хотят говорить. О чем они готовы говорить. Беседа получается экологичной и другой. Понимаете, энергичной. Какую антидуть. Да. А потому что у нас страна сидельцев. И, конечно, нам очень нравится, когда людей допрашивают в кадре. А вот ты 25-го числа сказал это. Ну-ка, отчитайся. Все такие, ну-ка, сейчас он как-то уж на сковородке будет вертеться. Но на самом деле это вообще все нездоровая фигня. И я за такой подход. Это классно. Искать плюсы, показать путь. Но не расхолаживает ли это пациентку вашу, которая говорит, а, так там все не так плохо, врач сказал, что все зашибись. Приду через два года. Расхолаживает. Расхолаживает. И это побочный эффект позитивной гинекологии. Да, то есть нередко приходят, говорят, да вы сказали все нормально, я расслабилась и все такое. Но дело все в том, что, понимаете, как сказал Костик в Покровских воротах, осчастливить против желания невозможно. И мой такой вот романтический порыв это делать против желания пациента, ну, когда-то закончился. Поэтому я даю максимум того, что я могу дать. Я могу дать понятное объяснение, я могу дать классный, как бы простой путь решения. У меня практически нету ситуации, где я решаю ее за две консультации. Мой один прием направлен на одно. Я сегодня вам проблему решаю. Мне не надо, чтобы вы ко мне ходили, анализы пришлете, я их посмотрю. Мне очень нравится этот образ из Pulp Fiction, ну, криминального чтива. Та ситуация, когда они выстрелили человеку в голову в машине, и у них истерика. Что делать, что делать? И чувак звонит такому, я не помню, кто его играет, приезжает человек с фраке, с сигарой. Он говорит, так, значит, сняли одежду, выкинули ее туда, взяли мочалки и начали просто мыть. И те такие, да, хорошо. И вот потом спрашивают, а кто это был? Я говорю, это просто человек, который решает проблему. Вот. И вот для меня этот образ, это просто человек, который решает проблему, это я. То есть человек приходит, все пропало, все ужасно, вот папка с анализами, я никогда не буду беременна, и все остальное. Я говорю, все убираю. Значит, начинаем с этого. Обнуляемся. Все, решили, все, подчеркнули, проблема решена. И на самом деле, это то, что я всегда пытаюсь делать. Очистить. Информационный шум, который был создан, взять чистый белый лист бумаги, с чего я, собственно говоря, там продолжаю свою консультацию, сказать, что у нас есть, что мы можем сделать, что мы знаем сейчас, что мы узнаем вот этим. Как мы к этому придем? И мы вместе с пациенткой идем. Но, я возвращаюсь к вашему вопросу, когда пациентка слишком успокаивается и уходит из-под контроля, и попадает в ситуацию, что она через пять лет приходит с какой-то патологией, это неизбежный побочный продукт всего. Ну, то есть, и люди никогда не смогут иметь что-то без побочного продукта. И понимание побочного эффекта, оно должно тоже быть очень зрело. Потому что они говорят, я прочитала побочные действия лекарства, какой ужас. Я говорю, вообще не для вас это писано. Я говорю, а хотите, я вам расскажу. Давайте. Вот, смотрите. Я говорю, вот вы вызываете Яндекс.Такси, если я кого-то рекламирую, не Умберг.Такси, кого-то угодно. И вам тут же приходит сообщение. Вы знаете, вероятность того, что вы сегодня погибнете в этой поездке, составляет 3,4%. То, что вы станете инвалидом первой группы, столько-то процентов. То, что вы просто попадете в аварию и никак не пострадаете, вот столько-то процентов. То, что вы опоздаете в это место, будет столько-то процентов. И вы должны просто это взять и вызвать этого человека. И у вас уже есть цифра, сколько процентов того, что вы, по сути, сегодня отправитесь на тот свет. Вы поедете на такси? Нет, да ну нафиг, на метро. А вы знаете, есть какие аварии в метро? Да, вы можете упасть с эскалатора. Каждый день в метро случайно падают на рельсы. Ой, наверное, я полечу в Турцию. А вы знаете, что там по дороге есть такси, а потом есть самолет, а потом автобус, который регулярно падает в ущелье. Понимаете? Да. Но человек воспринимает эти побочные эффекты абсолютно нейтрально, хоть они серьезны, да, и здесь они тоже начинают понимать, что вот этот лекарственный препарат, который выходил на рынок 20 лет, его исследовали так, как не исследовали ни одну там пачку сметаны, которую он пьет, ест. Вот это самое безопасное из всей деятельности, которую он делает. Опять, да? Вот. И поэтому ту-ту-ту-ту-ту-ту. Мы делаем добро, вовлекая человека, успокаивая его, но мы обязательно будем получать побочный эффект того, кто так успокоится, что забьет. Поэтому, увы, надо это принимать и понимать, что здесь у любого добра есть чуть-чуть немножко. Ну, с другой стороны, я слушал вашу лекцию и вообще, как бы, слушал много умных людей, которые на вашем месте сидели. Стресс все-таки хуже, чем о спокойствии. Стресс, конечно, хуже. Стресс это вообще болезнь. Мне приходится произносить это слово постоянно, просто оно такое затасканное. Ну, то есть, если вместо стресса было бы слово туберкулез, было бы удобнее. Потому что, когда говорят, а что вот у меня фолликулярные кисты там случаются? Я говорю, это стресс. Они говорят, ну да, стресс у нас у всех стресс. Я говорю, нет, потому что вы его не распознаете, поэтому он у вас и токсичен для вас. А если бы вы его распознавали, вовремя его бы из себя извлекали. Я все время рассказываю пациентам. Вот самая большая проблема, которую мне приходится постоянно рассказывать на пациент, и особенно это проявляется. Я с мужчинами не работаю, поэтому с женщинами, да? А у меня был вопрос, кстати, был ли у вас хоть раз пациент? Я его даже написал, а потом спрошу. Пациент у меня быть не может, потому что... А он записался к вам и говорит, слушайте, док, я все понимаю. Что-то моя тут вот... Мне говорит, что у него месячная каждую неделю. Я что-то не понимаю. У нас секс когда будет? Такое может быть? Нет, были, скорее всего, пациенты, которые мне писали из серии «Вот вы так все понятно про женщин объясняете, расскажите нам то же самое, только вот про мой там простатит». Я говорю, я не разбираюсь в этом, это не моя ценность. Но иногда приходят женщины с мужчинами, и приходится уже вести такую дискуссию. Иногда эти мужчины приходят вот с таким сборником вопросов. Я вижу, что женщине вообще сейчас не до чего, а вот ему, да, он прямо по пункту идет, вовлеченно так вот. Так я вас, я сбил вас. Я хотел рассказать про вот эту самую сейчас серьезную проблему. Это история про, скажем, про хронический нераспознанный стресс. Это вот именно та история, которая зарождает большую часть ситуации, с которыми приходят на прием. Ненаступление беременности, нарушение цикла, появление болей, появление частых рецидивов хронического цистита, молочницы, баквагеноза, герпесов, фолликулярных кист, вот эта вся история. В чем идея? Мы так устроены, что на любое... Наш мозг большую часть времени занимается тем, что вводит нас в состояние покоя, потому что мы без коры все время беспокоимся. Условно говоря, там нас задели, и без коры мы бы просто сразу же ударили бы. Мы там захотели, и мы побежали бы сразу удовлетворять свою потребность. То есть у нас работают те же инстинкты, но кора постоянно это стабилизирует. У нас есть префронтальная кора, которая постоянно дает возможность успокоить и обдумать, надо ли бить ему лицо, или можно не бить ему лицо. Вот успокаивает нас. И дело все в том, что вот эта вот энергия, которая там зарождается, ну, у человека, который как бы умеет это контролировать, она все равно должна выйти. В том, что вы вечером придете и, умея себя распознавать, скажете, меня сегодня разозлил тот, я хотел бы вообще в зубы дать тому, а вот это, конечно, прямо шикарная женщина, и вот это все. И вы это выдали в виде эмоций и слова. Получили ответную реакцию, обменялись, и, по сути, все это канализировали. У вас это... Нет, это все. Как бы традиционно, например, в русско-православной церкви есть такое понятие, как там исповедь, после которой человеку на душе становится хорошо. По сути, неделю человек живет, накапливает что-то в себе, исповедуется, ему отпускают грехи, он выходит и говорит, хорошо. И поэтому те, кто долго не ходили в церковь, мне на душе тяжело, не исповедовалось давно. Ну, то есть, звучит история так. В современном мире есть люди, которые умеют понимать себя и свои стрессы, и они умеют об этом говорить, эмоционировать, канализировать это в боевое искусство, куда-то что-то еще. Есть определенная категория женщин и мужчин, я просто про мужчин не знаю, ну там, простите, которых или с детства приучают, или такой особой психики в том, что нужно помолчать, ну, нужно проглотить это все и забыть. Вот завести под ковер и вроде фанера, как бы фасадно, все хорошо. Это люди, которые берут на себя вину в основном. За все происходящее. Вину берут или они просто не хотят об этом подумать. Ну, то есть, случилась неприятная ситуация, я ее разжевывать не буду, ее просто проглочу. Защитный механизм. Это один из защитных механизмов. Да, уведу в подсознание. Но это все в том, что это нам и остается. И никуда это не выходит. И потом это начинает гнить и, по сути, выходить в виде болезней тела. Тело не умеет по-другому разговаривать. Она дает симптомы, похожие на болезни. И, собственно говоря, вот даже вот сегодня очередная пациентка, то есть у которой картина стресса, из-за которой у нее нарушился менструальный цикл. Она приходит с жалобой на нарушение менструального цикла. Классический подход гинеколога. Она уже сдать анализы, попринимать препаратики, все такое, гормональный фон выровнять, потом выйдешь. Я пациентку пытаю, ну, прям, я говорю, что у вас произошло в августе? Она говорит, да все хорошо. Счастливейшая женщина. Супер август. Я говорю, то есть, она говорит, я говорю, то есть вы с утра просыпаетесь, здравствуй, мир, ты так прекрасен. Встаете и говорите, здравствуй, солнышко, как ты здорово, все у меня прекрасно, дети, муж, квартира, все прекрасно. И вечером ложитесь спать, и говорите, господи, какой день был, завтра бы хоть чуть похуже, а то мне будет прям вот тошно. День прожит на пять звезд. Да. Я говорю, ну, не может быть такого, понимаете, у вас причины в этом. Ну, это всегда. Это идет вот прям вот такая вот несознанка. Потом потихонечку, наводящими вопросами, всем остальным. Вот смотрите, абсолютно счастливая женщина, да, рассказываю историю. В первой беременности, которая у нее была там какое-то количество лет назад, ей всю беременность, ей рассказывали о том, что у нее все плохо, все ужасно, все, и вообще ее организм не способен ни на что выносить. Потом они с мужем, и что там, предыдущий выкидыш, который у нее был, указывает на то, что с ней что-то не так, и поэтому надо всю беременность наблюдать, чтобы уже это точно не выскочило. Потом у нее случается внематочная беременность, ну, чисто несчастный случай. Пока она лежит в больнице, приходит по дежурству какой-то доктор, который пересматривает вот эту вот ее историю, и говорит, знаешь, что-то с тобой не так. С тобой надо вот, у тебя что-то выкидыш был, что-то потом у тебя первая беременность как-то не так протекала, сейчас внематочная. Ты вообще, наверное, какая-то не особенная вот с репродукцией, тебе надо пообследоваться, у тебя, наверное, вообще ничего не будет. Это я все выяснил. То есть это понятно, это все там было закопано. А после этого ей пообещали и болезни, и все остальное. Потому что она, типа, к этому предрасположена. Потом она пошла все-таки четыре месяца выждав после этого в клинику, где ей взяли не ту цитологию, после этой цитологии посмотрели, там какая-то просто криво взятая цитология, где написано, что анализ не информативен, но и на основании этого анализа ей сказали, что там есть подозрение на онкологию, и вот теперь она просто пришла, потому что у нее нарусился цикл, и анализ не очень понятный, что-то... Я говорю, то есть, десять минут назад вы мне рассказывали, что вы счастливейшая женщина, у которой нет ничего в жизни, а сейчас вы человек запуганный тем, что у вас что-то с репродукцией, что у вас может быть теперь вообще никогда не получится забеременеть, предраковое состояние шейки матки, и вот теперь вам непонятно, как дальше действовать. Я говорю, вы понимаете, что это все, каждая из этих, это такая пуля, которая засела в вашу голову, и она болит у вас каждый день, и несмотря на то, что вы варите кашу или ведете ребенка в детский сад, она никуда не уходит, она болит и изматывает вашу нервную систему, она начинает рушиться. Вот что сейчас происходит в гинекологии. Если у тебя нет времени поговорить с пациенткой, задать вопрос и пробиться через защиту, вынуть вот этот весь адок, который в ней происходит, разобрать его, отправить психотерапевту, ведь на самом деле так интересно. У нас в медицине люди, врачи, боятся, даже видя, что человек требует психотерапии, отправить его психотерапевту. Потому что пациент обидится? Да, потому что так научили. А потому что у нас это значит что-то не так. Значит, ку-ку, иди к этой... У нас еще считают, что психотерапевты говорят, что делать. Это так смешно? Они сейчас тебе там насоветуют, они ничего не советуют, на тебя слушают. У нас карательная психиатрия. Значит, смотрите, я... А психиатр и психотерапевт про кого? У нас есть одна специальность психиатрия. И в ней есть подразделение психотерапевтов, и даже сексологи относятся к психотерапевтам и психиатрам. Ну, в общем, суть в другом. Я параллельно как бы сам для себя получаю образование в области психиатрии и психотерапии, потому что мне это необходимо для работы с пациентами. И я стал читать книги, которые были выпущены еще в советские времена. Просто автор, известная книжка, букинистическая, мне попалась. И что я там вижу? Что та проблема неврозов, которой активно занималось общество социально ориентированное, она там тоже описана. Но описана под соусом о том, что неврозы, неврозы, то есть депрессии, неврозы, характерны для буржуазных стран, в которых у людей есть время, блин, думать о своих эмоциях, потребностях. А в советской системе, где работает мужчина и женщина во благо построения коммунизма, нет времени на грусть. Потому что если грусть, можно песню спеть и пойти очередной бам построить. Вот приблизительно так это было. И да, те психиатры знали, что есть неврозы. Да, и у нас действительно отношение. Ты ходишь к психиатру, к психологу, так это с жиру бесишься. Тебе денег больше некуда потратить, что ли? Это отчасти. Почему? Сейчас расскажу. Психолог, во-первых, не врач. Все время путаю. Психолог может помочь разобраться в конфликте на работе. Да, он ситуативный. Ситуативный. Не имеет отношения к медицине. У него нет базового медицинского образования. Я за науку тороплю. Психоанализ, научный метод, вперед, вот туда. И вот все, конечно, знали про то, что существует вот это все, что зародилось Шарко, потом Фрейда, Юнга. И вот это все. Все читали, но не могли в рамках, условно говоря, советской медицины это все экстраполировать, потому что это не укладывало советский образ жизни. Поэтому психиатрия всегда была карательной. Там была шизофрения, миниаканитепрессивный психоз, синильная деменция, зависимости и другие расстройства. Психозы. И напоминаю о том, что психиатрия использовалась как карательный элемент репрессий советских времен. И это отложил, конечно, отпечаток и на пациентов, и на врачей. Все они хотят советовать, а этим неприятно это слышать. Это же у нас, это мы придумали Битлз, это мы объявили Дефолт, а это же у нас придумали вялотекущую шизофрению. Вялотекущая шизофрения? Это про депрессию? Это был диагноз, которым часто упаковывали инакомыслящих, насколько я знаю. Вот, так что, да. Так вот, об чем я хотел сказать? У вас там парковка? Нет, я просто пытаюсь понять, парковка ли это, нет, не парковка. Еще, Дмитрий, прежде чем мы продолжим, сейчас все исписались комментариями, стопудово, зритель нервный очень, у вас провод лег на вот, на шнурочек, можете поправить? Потому что, я хочу, вот мы исправили, все, я обращаюсь, ой, теперь все идеально. А, так была картинка, не? Не, все замечательно, просто многих триггерит, если что-то там где-то торчит, и вот мы их просто успокоили. Я не очень глупо выглядел. Нет, все в порядке. А знаете, есть люди, которые перфекционисты, да, знаете, изматывающие картинки перфекционисты, там, чуть-чуть неровно, да, то есть он говорит, да, да, да. Я не могу слушать эти даже вещи, уберите это все. Тоже невроз какой-то, да, наверное? Отчасти, да, конечно. Перфекционизм, да, это тяжелый невроз. Итак, мы начали с того, что часто помогает нарушить, восстановить цикл, поход к специалистам, которые помогают разобраться в себе и найти выход чему-то негативному, что застряло. Вернусь, я сейчас, я договорю эту мысль, почему нет, я просто, она должна быть закончена. И как у нас лечились неврозы, ну, то есть эти состояния, тревожности, депрессии, все. Конечно же, человек нашел для себя это. Это либо религия, в которой нужно было отстоять службу, это медитация, по большому счету, если мы говорим с физиологической точки зрения. Я тоже так считаю. После этого психотерапия в виде от рассказа и выход там какой-то. Другая ситуация, это женщины, это пирожок, тортик с чайком, пообщаться, поговорить, обсудить все. У мужиков алкоголь и подраться. Ну, то есть, вот, собственно говоря, все, что это было. Это не структурно, но это работало как грубый метод, который позволял как-то эту всю ситуацию. Поэтому женщины испытывали стресс, заедали его сладким, общались с подружками и получали второе побочное действие этой ситуации, когда мы стресс начинаем заедать, увеличение веса, неконтролируемое и прочее. Психотерапия это способ, которым человеку исправляют когнитивные искажения. Поэтому в основе лежат такие методы, как когнитивно-поведенческая терапия, как гипнотерапия, как НЛП, как еще другие способы, гештальт-терапия. Это все способы помирить сознание с подсознанием, которое подходит в той или иной ситуации. И на самом деле лечением самоотформенных расстройств, неврозов должен заниматься психотерапевт. И как бы кардиолог, увидев человека с ВСД, должен сказать, ну, в общем, как бы вам волокардин не поможет, давайте психотерапевту. И он очень боится, что у него напишут жалобу, что он говорит, лечить не хотите? Думаете, что я дура? Отправляйте меня к психиатру. Вот чего все боятся. Но если ты уверенно объясняешь человеку о том, что я, конечно, могу вам расписать антибиотики, контрацептивы и все остальное, но вам это не поможет, эту ситуацию он как бы не решит, что ваши проблемы находятся здесь, и помочь в ней разобраться, распутать ваш провод, наушники, может человек, который умеет распутывать вашу ситуацию. У вас может быть когнитивное искажение, которое заставляет вас думать, что вы находитесь в безвыходной ситуации, что вы не можете подобрать фразу для того, чтобы начать разговор с мужем, что вы считаете, что эта работа вам нужна, а оказывается, что вы давно хотите заниматься другим. Вот что делает психотерапевт. Он не ставит вам диагноз, не считает вас шизиком, он помогает вам распутать когнитивные искажения. Знаете, что удивительно? Да. Вы гинеколог, но мы вот про эту часть говорим гораздо больше, чем про... Прикиньте, как интересно. А потому что это так и есть. Понимаете? Потому что когда мы начинаем вот эти вещи, которые проявляются в теле, лечить антибиотиками и гормонами, мы таким образом только цементируем в человеке эти проблемы. Мы лепим пластырь, под которым рана все равно безусловно. И он не поможет никак? Не поможет. Он просто скрывает. Не видно, на некоторое время не видно. Потом отпадет опять. Единственная ситуация, при которой мы помочь не можем, это когда пациент теряет критику. Есть такая стадия, когда человек теряет критику. Прикольная фраза. Да. В чем она и заключается? Вот я, например, человеку объясняю, вы понимаете, я говорю, вот у вас часто, я говорю, вы пришли с молочницей или баквагенозом, я могу вылечить вам эпизод, но при этом, при всем, я не смогу вылечить рецидивы. Почему? Потому что они связаны с хроническим нераспознанным стрессом. Ваши надпочечники вырабатывают глюкортикоиды, они снижают иммунитет и запускают каждый раз этот механизм. То есть я, вы можете бесконечно принимать эти препараты, но пока вы не устраните стресс, у вас это не произойдет. Я у себя в запрещенной щите распистил в захрестах раненных сторисах такой раздел стресс, где люди просто мне в ответ писали истории, где какая-то хроническая проблема происходила, нет какой-то супер, там, интересные схемы, а потому что они съезжали от родственников, меняли квартиру, как бы работу, уезжали от токсичного партнера. То есть вот это приводило к тому, что и там цистит, которых мучил 6 лет, прекращался. И ой-ой-ой, сейчас найдем. Потерялась мысль по поводу... И вот, я пациентке объясняю по большому счету, то, что вот причина, и поэтому вам нужно пойти найти причину, и я часто проброс ее нахожу, я там пытаюсь... Терять критику. Сейчас я приду к этому. И пациент говорит, окей, давайте мне контакт психотерапевта, давно собиралась, я иду решать, я поняла, что со мной. Терять критику. Приходит пациентка, она чаще уже ведет себя это соответственно. Я говорю, вы понимаете, я говорю, вот такая ситуация, это связано с тем, что у вас есть стресс. Она говорит, хорошо, стресс есть. Ну а почему вы не обращаете внимание вот на этот анализ? Я говорю, ну потому что я считаю, что он в норме, это такое физиологическое колебание. А вам не кажется, что после этого нужно сделать дополнительный обсуждение? Я говорю, нет, потому что я объективно вижу вашу картину и понимаю, что у вас нет физических никаких нарушений, у вас стрессовая история, которую нужно разбирать с психотерапевтом. Это я уже поняла. Но мне все-таки хочется уточнить, какое дополнительное исследование я должна сделать, чтобы выяснить причину вот этого. Все. Это непробиваемая история. Ну вы понимаете, да, о чем речь. О том, что проблема настолько велика, что даже согласиться о том, что она есть, трудно. Потому что есть, у невроза есть две лапы. Вот так вот, я где-то это прочитал, это не мое авторство, по-моему, это не помню. Суть этого заключается в чем? Первая лапа, то есть которой он держится за человека, не дает человеку увидеть причину его невроза. То есть он ее затмевает. А вторая лапа находит логичное объяснение, почему медицинская история логична. То есть вот анализ, вот со мной это. Так вот, когда этот невроз еще там недавно существует, пока это не невротическая деформация личности, а просто невротические симптомы, там еще причина только за неуманин. Это лапы, это лапки. Да, он еще так, знаете, просто слегка так вот держится. И нам нужно отрывать его. И поэтому в процессе отрывания, когда мы отрываем лапу отсюда, мы говорим, причина-то в том, что муж-то твой детей не хочет и всеми возможными способами, и вы это понимаете, но не можете ему это сказать, потому что выгоды другие есть, и поэтому вы находитесь в конфликте между тем, что муж детей не хочет, вы хотите, но сказать не можете, поэтому поставите, построите. И человек не хочет это знать, но он знает это, он начинает это уже создавать. А вот вторая лапа, потому что вот этот анализ, он никак не препятствует наступлению беременности. Ну, то есть, а вот этот надо сдать, он не может сказать. И вот мы еще тут эту ситуацию можем оторвать, а чем дольше это существует, тем все. То есть, человек не может смотреть уже ни на одну лапу, он уже туда просто пророс. И это уже, не знаю, это уже, я обычно в эти пророки поднимаю, говорю, понимаете, я говорю, ну, то есть, я бессилен. И здесь отправление к врачу никогда ничего не решит. Ну, то есть, человек бы уже ушел вот это в пике. Вопрос. Да. Именно в вашей практике, и прошу за всех ответить, как много пациенток, ну, есть же реальные болезни, они существуют, да, их надо лечить, как много пациенток приходят с реальными болезнями, которые уже протекают, а как много приходят, на самом деле, с последствиями стресса, и им нужно лечить не там, а выше. Вот колеблется так, вот я не могу мне так прикинуть, ну, то есть, 40% точно это заболевание, которое относится к категории соматоформных расстройств. Иногда, мне кажется, 50 на 50. Почему? Потому что здесь может быть сочетанная история. Ну, то есть, у человека и вправду может быть реальная патология, но она может сочетаться или усугубляться наличием вот этой вот истории. При этом, как бы, что... Нет, это просто бывает сочетанная история. Но, очень важно, да, когда есть такой анекдот о том, что, ну, этот симулянт-то из пятой палаты все-таки умер, да, то есть, нельзя переходить в историю, ну, а так оно было. Смешно. А нельзя переходить из историю, когда человек, во-первых, формирует псевдо-психосоматику. Ну, то есть, это у вас миома матки, потому что вы на мужчин обижаетесь. Вот у вас эндометрия... У нас был специалист в психосоматике, да, вот она сказала, что вот эти все специалисты доморощенные, которые видят причин, там их нет. Да, это псевдо. Но дело все в том, что нельзя тоже, как говорится, ой, у вас болит, это у вас это. Что помогает? Помогает четкое и вот прямо вот как заученное выполнение протокола обследования, да. То есть, я... У меня такая система, я разработал анкету, которую мы высылаем пациентке, которая перед приемом ее подробно заполняет. Это три страницы вопросов, которые я анализирую. Я анализирую не только то, что они пишут, я анализирую, как они пишут. Дело все в том, что для, ну, то есть, для врача, который понимает в этой вопросе, просто формулировка, условно говоря, своего симптома, уже раскрывает многие вещи. Для тех, кто посещал... Ох, вы психолог. Дело в том, что это не психолог. Я просто учился в университете от А до Я. Понимаете, я просто выполнил ту программу образования, которую вообще все должны выполнить. Я не делаю ничего сверхъестественного. Я просто, блин, читал учебник, слушал, что мне рассказывают. И там, вот условно говоря, нам говорили, например, не один человек, то есть, вот если вам говорят, у вас, у меня сердце болит. Где? Вот здесь. Сердце не болит. То есть, если приступ синокардии, то большинство людей на земном шаре будет показывать вот так. Если у вас, условно говоря, сломана рука, то вы будете говорить, вот, вот здесь она болит, вот тут вообще не могу никак. А если у вас будет, условно говоря, боль, относящаяся к сексоматоформе расстройства, да, то есть, у меня такое ощущение, что там, вот покажите пальцем. Ну, вот тут где-то. Где-то вот что-то тут. Не пока. Или в описании боли будут какие-то вычурные истории. Такое ощущение, как будто там щекочет. Или, вот, эта боль напоминает, как будто покалывают чем-то тонким, а потом отпускают, и что-то, то есть, это в учебнике, было написано, что особый, такое вот описание симптома часто говорит о том, что это симптом, который пришел из головы, а не аппендицит. И я читаю это. Потом я выполняю перечень диагностических действий, которые позволяют гинекологу и ультразвуковисту, я сам выполняю УЗИ, имея второй диплом, сделать следующую вещь. Не пропустить истинное заболевание. И на самом деле, четко выполняя на безмолвной пациентке, которая не навязывает тебе ничего, а ты выполняешь. Эти действия позволяют тебе сесть за стол после осмотра УЗИ и понимать. Адекватную картину иметь? Да. Объективную. Есть эндометриоз? Нет эндометриоза. Есть миоми матка, да, в матке миоми, нету, полип, состояние шейки, состояние пашлагальщика, который пока позволяет нарушенный флор или нет. То есть, у тебя объективная картина, и поэтому, если, условно говоря, пациент говорит, у меня неприятные ощущения, зуд, жжение, боли, там прочее, все, а ты сделал паш и увидел, что он в норме, провел тест с ватной палочкой и понял, что там избыточная чувствительность, у тебя уже в голове есть четкая постановка диагноза вульводинии, да, то есть, а не история, при котором тебе принесли банк анализом, на котором написано 100 лейкоцитов, которые нафиг никому не нужны, какая-то кокоплацеллярная флора, и мы будем давать каким-то препаратом, комплексным будем это дело все лечить. Вот. И только после этого, на основании анкеты, на основании осмотра, я могу начинать формулировать мысли о том, что, возможно, ваш симптом у вас происходит не от истинного заболевания, а проявляется эмоциональным напряжением, которое так себя проявляет. И помочь мне распутать вашу историю может специалист, который этим занимается. И вот такая ситуация не обижает пациентку, когда ее говорят, ну, вы знаете, вы что это психическое, идите вон к психиатру. Вот с порога, когда она заявляет. Ну, не с порога, когда часто такие пациенты не могут решить свою проблему, они меняют много врачей, у них растут папки анализов, они обивают пороги, меняют врачей. И вот особенно та история, когда никто не может разобраться, что со мной, кому бы не обращалось временный эффект, потом все возвращается заново. Это прям самые точные показатели того, что у пациента присутствуют такие расстройства. И нужно очень четко относиться к этой истории. Что происходит на практике? На практике происходит то, что врачам, которые сталкиваются с такой ситуацией, непонятно, что происходит. Они вроде бы внутри понимают, что что-то не похоже, но сказать не могут. И в ответ этого они просто легитимизируют то заболевание, на которое это похоже. Или просто в гинекологии принято такое, ну, то есть, лечение, когда говорят, у меня что-то там... Давайте так, 6 месяцев контрацептивов, придете, посмотрим. Соответствующим образом на этом фоне фейковый цикл, ну, то есть, он был нерегулярный, а стал фейковый. Ну, то есть, это уже не цикл, это просто, ну, как вот, картину повесить с домом, а там дом разрушенный. Ну, то есть, снаружи вот это все. То есть, это не... Они говорят, да, я вот 6 месяцев принимал, все было хорошо, давай отменим. Ну, то есть, попытка отсрочить решение проблемы за каким-то вот таким вот фасадным значением. Дать какой-то результат, не называя истинные причины. На отвали. Ну, то есть, чтобы пациент наконец-то ушел из кабинета и со своими этими нерегулярными мечными или выделениями. И на какое-то время был занят каким-то лечением, которое ему имитирует благополучие. Вот это, в принципе, и есть история. Ага. У меня такой вопрос. Сейчас будет про мифы. Давайте. Значит, рубрика мифы. Я знаю, что вы не про мужчин, но вы с ними сталкиваетесь же. И вообще, вы уже размышляете, вы человек мыслящий. Как вы думаете, какое, как бы это сформулировать, то точно, в чем мужья, бойфренды ваших клиенток, в чем у них основное заблуждение относительно женского здоровья? Как вы думаете? Заблуждение в отношении женского здоровья. У меня есть, у меня есть какая-то корявая версия такая. А дайте, набросьте мне, я попробую развить. Вообще, я уверен, вот, что-то я все думаю о том, как бы, не то, чтобы я думал постоянно о том, как примут наше видео, но я на опыте могу сказать, что большинство мужиков напишут, гинекология, зачем, что это, гинекология, зачем это нам надо? Мне кажется, большинство мужчин вообще отрицают и боятся женской природы. Она какая-то непонятная, и вообще она есть. Мы хотим просто, извините, вот дырку, вот там, вот все, она работает, а там вот это, вот коллайдер адронный, мы не хотим даже разбираться. Мне кажется, большинство мужчин, как мне кажется, и я путь прошел большой в этом, боятся и не принимают вообще сейчас факт наличия женского сложного устройства, какого-то, вот этого всего, пиаши и прочее, прочее. Я, это проблема много глубже. Дело все в том, все зависит от того, как воспитан мужчина относиться к женщине. Если передается в семье отношение к женщине как человеку второго сорта на обслуживание, да, то есть, вот как бы мужчина первого сорта, а женщина второго, она занимается бытом, оказывает сексуальные услуги, воспитывает детей, она там, как бы не равна мужчине, она должна удовлетворять, должна что-то делать, то тогда да. И скрытость вот этой женской физиологии позволяет женщине в этой ситуации также защищаться от такого мужчины, он в этом ничего не понимает, а я этим мучу, у меня то месячное, то выделение, то там, то есть, это такая немножечко очень такая архаичная конструкция, в которой, ну, в общем, люди не договариваются на тонких материях. Если ребенка воспитывает мальчика в уважении к женщине, то есть, на построение не архаичной модели домостройской семьи, а в первую очередь партнерской, партнерские взаимоотношения, то есть, люди находят в себе интересных партнеров, объединенных любовью, и, и, и это комплиментарно все, то тогда мужчина очень нормально относится к женской физиологии, ее постигает, потому что у меня на приеме есть те мужья, которые приходят вместе, и они говорят, так, у тебя же были мячные, ты помнишь, тогда как раз таблетку просила, следующий тогда, то мы вот пойдем сделаем с ним. То есть, они вовлечены, и они хотят в этом участвовать. И, поэтому, объединять это невозможно, потому что у нас на самом деле существует прям, вот, реально два, вот, таких вот разных взгляда. И мужчине, которого воспитывали так, что женщина второстепенно, ему трудно перевоспитаться и воспринимать женщину по-другому. Ему говоришь, у женщин кровь идет. Секунду, кровь идет раз в месяц. Фу, да, пристань. Че ты? И, как будто бы многие женщины, я не знаю, это сейчас, возможно, я о своих проблемах говорю, но я тоже об этом замышлял. Как будто многие женщины знают, как бы испытывают вину, что я не буду показывать, что вот, он увидит, что у меня там пон там вот и кровавлено лежит. Боже мой, какой позор будет. Понимаете? Как будто они чувствуют эту незрелость мужскую часто. Так нет. Или, ты видел роды когда-нибудь? Чувак, как это, как человек рождает, ты че, ёп, ты че, я буду это смотреть, фу, секса потом не будет хотеться. То есть я узнаю правду. То есть я говорю про вот это невежество. Сейчас вы не понимаете меня, да? Я понимаю, но дело все в том, что это все складывается только из одного, из-за какой-то недостаточной готовности к партнерским уважительным отношениям. Понимаете? Понимаете? То есть вот именно в этом. То есть это немножко вопрос воспитания и отношения. Потому что вот это вот, когда появляется это ваше женское, уйди там в другую комнату и не порти мне настроение своими проявлениями. Понимаете? Женщина же тоже не может сказать это твое мужское, уйди в другую комнату, не порт пьем настроение своими проявлениями. Понимаете? Вот это всегда за неравенство. Это всегда за унизительное неприятие женщины своей в целом. То есть здесь появляется только акцент на то, что обслуживай, удовлетворяй, а ремонтом своим занимайся там. И мне это вообще неинтересно, твои ремонты. И ну это же не всегда бывает. Бывает ситуация, когда бывают партнерские отношения, люди как бы понимают. И меня... И даже, знаете, возможно, как раз к стрессам возвращаюсь, возможно, готовность с партнером обсудить проблему снимает некий груз. Потому что секса-то она нет. И так далее. Вот она поговорила, он в курсе, и как-то уже попроще. Уже это проговорено, это в слова уже обличено. Так нет, это вообще просто история про секс, она всегда очень простая. То есть большинство женщин, они ведомы в этом процессе, у них нет права голоса, если что-то они... А ведь на самом деле очень многие женщины испытывают кучу дискомфорта во время половой жизни, который они терпят, просто понимая, что ну ладно, там потерплю. То есть у них есть половая жизнь для себя и половая жизнь для партнера. И их устраивает в целом ситуация, что они никогда об этом говорить не будут, здесь потерпят и все остальное. И с этими проблемами они приходят к гинекологу, и условно говоря, там часто рецидивы молочницы бывают просто истории, позволяющие женщине не жить половой жизнью, просто на отказ. После полого акта случился цистит или молочница. Это по сути реакция на тот половой акт, который ей был не нужен. И отсутствие диалога из серии, ну то есть между партнерами, это очень плохая история. Но эту роль выбирает сама женщина, которой может не нравиться партнер, умеющий с ней разговаривать. Ее тоже своя жертвенная роль. И ну как бы они встречаются два. И один тиранит, другая как бы страдает. Страданиями душа совершенствуется. И вот в общем так вот по идее поразорвать эту ситуацию бывает трудно. Я же иногда как бы начинаю показывать пациентке историю про то, что ну то есть она находится в абьюзных отношениях, которые проявляются в ее теле. И я не могу ей помочь предотвратить это и могу вот сейчас эти раны залечить, но они могут возникать и дальше, и дальше. пациентка сама принимает, она понимает, она говорит, я понимаю, что это абьюзно, но я это выберу так. Так что вот так. Вот. Поэтому у меня есть пациенты, даже такие смешные истории бывают, когда я спрашиваю пациентку о каких-то ее нюансах женского здоровья, у нее за спиной сидит муж, который за нее говорит, так, последняя менструация 12 декабря была. Лучше нее помнят. Конечно. Прямо вот четко. И я там даже, я говорю, простите, я говорю, можно я вашу жену спрошу? Я лучше знаю, смотри, вот этот анализ отсюда, вот отсюда. Такие вовлеченные в этот процесс люди, да. И часто это бывает у них хорошо и гармония в половой жизни, потому что они разговаривают. И женщины часто сами рассказывают, это интересно вам, мужчины, послушать. Я сейчас, надеюсь, я не выступаю с позиции как бы ментора, я просто рассказываю немножко инсайт. что, условно, как работает женская система. Если мужское возбуждение видно, условно говоря, в определенной плоскости, и изменение этой плоскости может говорить о снижении возбуждения, вы в женщине это ярко не увидите. И у женщин, на самом деле, все структуры устроены ровно так же. Они так же эрегируют, только это плоско происходит. и незаметно, потому что это не так ярко выражено. Да, есть и проявлением этого является соответствующее увлажнение этих половых органов. Так вот, дело все в том, что если предсказать мужчине, что, условно говоря, что происходит часто с женщиной, вот еще недостаточная случилась у него эрекция, а его начать активно куда-то запихивать, что-то с ним активно делать, что-то там происходить. Вот для того, чтобы как бы в процессе вот это вот нагналось, при этом делать больно и пытаться, чтобы вот этот процесс еще продолжился до уплотнения необходимого в момент, когда человек начнет... Вот приблизительно и это часто происходит с женщиной. Она недостаточно успела возбудиться, ткани разогреться, а это же мышцы и связки. Это как в зал прийти с холода и сразу взять штангу и так ха-ха-ха и тут же себе все сделать больно. Потому что процесс возбуждения у женщины это именно та разминка, та разогрев, который делают спортсмены в зале для того, чтобы пойти начать тягать что-то. Растяжка, вот это вот, вот это вот, прогрев мышцы, влагалища, растяжение ее на ту амплитуду фрикции, которая предполагается, да. А тут сразу женщина, она чуть-чуть почувствовала вот там первый прилив крови, тут же получила боль, потому что резко или там активно. Рядом кишка была неопражненная, то есть задели боль, и пошел процесс. Значит, боль вызвала снижение возбуждения. Там где-то что-то опять начинается этот процесс нарастать, поменяли позу без согласования, тут что-то опять стало больно. И вот пациентка, вот как бы, то есть женщина вот так вот по этим качелям возбуждения бегает и уже думает, когда бы это нафиг все закончилось, потому что уже ладно, там я сама с собой разберусь. И вот это отсутствие диалога в процессе этого соити... Лучше после. Ну или... Ну там, я не знаю, но в общем, смысл в том, что вот это отсутствие этого диалога, когда женщина... Ведь у женщины на самом деле появляется это четкое понимание в момент, называется, ощущение желания заполненности влагалища. То есть вот этот момент, когда женщина готова к вхождению полового члена. Вот до этого момента не готова, а когда готова, она может вот так сказать. Есть, конечно, разные женщины с высоким темпераментом, с высокой либиду, у которых этих моментов нету, но у многих это есть. Именно с этого момента, если это все постепенно, как вот все это происходить, то женщина начинает набирать свою как бы историю. Если они взаимодействуют в процессе этого, или мужчины эмпатичны, чувствуют женщину, то в этой ситуации они вместе создают определенную гармоничную историю. Если это дисгармония, то есть это еще называется тогда дисгармония, то мы получаем эту историю. И у женщины формируется негативное отношение к половой жизни. Да, все может произойти, все бывает. Но если не проговорить после, я почему сказал, наверное, и в моменте тоже может быть, просто это может всех обломать. Я сказал не про проговорить, я сказал просто, женщины часто разделять свое положение на ту, которую они участвуют партнерски, и доулетворять свою потребность самостоятельно, как свое личное келейное занятие. А здесь история про проговорить, конечно. Да, все может случиться. Все может случиться. Даже в паре, которая 10 лет занималась идеальным сексом, вдруг что-то случилось странное. Если это не обсудить, не проговорить, это случится снова, потом снова, а потом уже совсем неловко было говорить, а что же я сразу не сказал, а потом это зреет, а потом это дает какие-то неврозы, а потом и стресс, и потом и все нарушилось, и черт не знаю, что. Очень простая схема. Я помню, я вам рассказал о том, что большую часть времени мозг тратит на то, чтобы успокоить наши инстинкты. Для этого он придумал кору. Кора их трансформирует во что? В то, что появилось с развитием коры. В язык. То есть, условно говоря, если нет коры, нету тормозного влияния коры, и вас задели, и вы тут уже раз в зубы, вам кора говорит, окей, ты можешь не делать этого, притормозить и начать снижать свою негативную... Молодой человек, мне кажется, что вы поступили неправильно. Ну, или просто сказать, ну, что ж ты там прочь. И этим... То есть, вот, понимаете, это, условно говоря, энергия удара, только она так же растянута, только выпущена через маленькую дырочку. Язык. Поэтому, если происходит вот эта дисгармония, которая не спускается в виде языковой струйки, то она как раз будет копиться, пока сдерживающие факторы коры не ослабеют. И тогда это вырвется вот в эту историю. И дальше это будет как в том анекдоте, когда пожилая пара после визита к терапевту говорит, слушай, оказывается, то, что вы всю жизнь называли оргазмом, оказалось бронхиальной астмой. Так, продолжается рубрика мифов. Вы гинеколог, и вы мужчина. стопудово каждый мужчина, кто узнает, что вы гинеколог, делает так. А? Гинеколог, да, значит? Ага. Ага. Или нет. Я так, ну, вот какое вообще реакция и какое отношение к гинекологам, мужчинам в обществе вы на себе испытываете? Вы понимаете, у меня очень маленький круг общения. То есть, это слово вообще маленький. И в основном в моем круге общения присутствуют женщины, мои друзья, у меня жена гинеколог, хирург вообще. То есть, и как бы это такое очень закрытое общество, в котором нету... И среди моих друзей это врачи. Да. То есть, у меня вообще нету такой ситуации, где бы я общался с людьми, не имеющими медицинского образования практически, или медицинской тусовки, или чего-то еще. Поэтому мне очень трудно меня оценивать. Я не знаю, как меня оценивают люди бы, которые бы узнавали бы, что я гинеколог и прочее все. Что касается отношения, понимаете, дело все в том, что это вообще про неинтересно. То есть, дело все в том, что я лечу женщин, я там мог бы также заниматься лечением сердца, что-то еще. Нет никакой разницы, когда ты занимаешься работой. Ну, то есть, даже если бы, условно говоря, неподготовленного мужчину поставить в условии гинекологического приема, ну, вот просто интересно, вот он там надеть белый халат, посадить, и вот как бы начинается гинекологический прием. Я уверен в том, что этот мужчина не будет испытывать никаких фривольных мыслей в этой обстановке, даже если он увидит весь осмотр, УЗИ и все остальное, потому что, понимаете, женская привлекательность для мужчины, она складывается из определенных, из некоторой загадочности и действий женщин. Ну, то есть, анатомичность и медицинскость, ну, то есть, она, наверное, привлекает только людей с определенной девиацией в этом направлении. Сам разговор про выделение, про менструацию, про боли, сама суть осмотра, сама там действия, они лишены вот этого гендерного градиента, который возникает, понимаете? Это такая чистая, сложная ремонтная деятельность, в которой ты сосредоточен на том, что в определенное количество времени тебе нужно, там, напрягая мозги и свои способности провести осмотр, поставить диагноз, что-то не пропустить, что-то сделать, и пациент находится в неприятной ситуации, он ведет тоже себя не радостно. Нету этой реакции, там, какой-то фривольности, напряжение, волнение, боль, иногда неприятное состояние, ну, то есть, и, в общем, эта вся история, она не про то, что там могут в каких-то фильмах показывать, это вся история про серьезные вещи. Да, игры нет, нет вот этого этих ролей, которые люди исполняют, да, это другое. Они прям вообще диаметрально противоположны, то есть, прям вот со всем из серии, вот не туда. Как любопытно, что у вас жена тоже гинеколог, а вы обсуждали вообще реакцию пациенток на врача-женщину гинеколога и на врача-мужчину гинеколога? Может, кому-то больше доверяют, может, мужчина, наоборот, больше доверяет женщине? Вы знаете, я у вас не буду проверяться. Да, да, ну, то есть, есть у женщин. Я анализы покажу, но вот осмотра нет, пожалуйста, не надо. Да, есть женщины, у которых это табу, это нормально. Есть женщины, которым нравятся гинекологи-мужчины, потому что они когда-то ввели негативный опыт с женщинами, которые, ну, со своим полом иногда допускают себе некоторую фривольность, ну, то есть, типа, там, как, ну, то есть, вот это вот чисто упрощенное женское, вот моногендерное общение, да, как возникает в любом закрытом моногендерном обществе, в женском коллективе, чисто мужском, когда все упрощается, да, и поэтому иногда пациентки могут увидеть некоторую грубость и такую, как бы, непренебрежительность не от всех женщин-гинекологов, но иногда они допускают эту ситуацию. Вот. А к тому-то... Не церемонятся, не берегут чувства, все, легла. Ну, то есть, да, и мне... Полно терпи. Да, и мне так было, и эти биты потерпят, ну, очень. И одни, а другие просто говорят, нам без разницы, какой пол, нам главное, чтобы вы решили проблему. Такой чисто рутинный момент. Поэтому, с учетом того, что мы пересекаемся по пациентам и все остальное, то есть, для нас это... То есть, не хотят ко мне, идут к моей жене, а как бы, мы можем как бы все время у нас такой мини-консилиум по решению проблем, которые возникают, и... Прикольно. И, в общем, это такая интересная, увлекательная история. А как у вас поменялось отношение к женщинам с... Вот уже спустя 20 лет, да, уже в гинекологии? В гинекологии 23 года. 23 года. Как-то поменялось отношение к женщинам? Что-то вы поняли про них? Про... Что-то вас удивило? Может, вы что-то там уточнили в себе? Как вот у врача-гинеколога вообще с женским полом? Я вам отвечу, знаете как? В целом. Я... Есть много... Я отвечу несколькими короткими фразами. Да. Я не перестал любить и уважать женщин. Это первое. За 23 года безостановочного процесса их лечения. То есть у меня не получилось истории, при которой я упростил свои отношения. второе. Мне всегда комфортнее общаться с женщиной. И я бы, условно говоря, для какого-то своего партнера в любой ситуации, там, тренера, там, учителя, кого-то еще, наверное, выбирал бы женщину, потому что мне понятнее с ними общаться. А... третий момент важный. Я научился понимать женщину во многих моментах. Условно говоря, я такой приведу пример, я легко могу написать стихотворение от лица женщины, которое женщина скажет, писали, как от меня. Потому что я могу понимать ее суть. Более того, у меня есть пост, который называется «Письмо Вагины». И я написал этот пост, как будто бы Вагина написала его своей, как бы, ну, хозяйке. И у этого поста большинство комментариев говорят, как мужчина мог написать этот пост? Как? Откуда он знает такие нюансы и все остальное? Вот. Поэтому для меня это мир женщины, который открылся мне, мужчине. И я в этом плане более стереоскопичен стал. Я воспринимаю этот мир и глазами мужчины, и глазами женщины, и могу воспринимать его так. Поэтому он для меня объемнее. Вот. И я все, что я делаю, по большому счету, делаю для женщин, чтобы они были здоровы, чтобы они не попадали в эти ловушки, расставленные в медицине. Поэтому в этом проявляется мое уважение и любовь. В общем, мне очень комфортно. Я не скурвился, не сточился, не упростился, не оценичился. Хотя я предполагаю, что это, наверное, очень легко сделать. Да. Если ты не любишь и тебе неинтересно то, чем ты делал, занимаешься. Вы знаете, простите, что я таких людей очень быстро вообще как бы вижу. Людей, увлеченных своим делом, видно сразу. Вот я хожу в зал тренажерный. Конечно, я, разумеется, предвзят. Но то, как мы работаем с мементренером, но невооруженным глазом видно, он 20 или 3, сколько уже лет Паша тренирует, я не знаю, всю свою жизнь. Ему интересно, он вовлечен. Он не рассказывает про свою поездку в Италию. Мы говорим про тело, про спорт, про задачи и так далее. И рядом сидит тренер, который я правильно делаю? В телефоне. Да, да, все нормально, все нормально. Она старается для него, она выкладывается. Она пришла за командной работой. А человек другие задачи здесь на этой работе решает. Он не горит этим. Это сразу видно. Вот эти люди, наверное, выгорают везде. Ну да, потому что зачем они туда пришли? Их жалко? Нет. Нет? Нет, на самом деле, я так скажу, что просто человек не на своем месте. Вообще, есть такое представление о том, что каждый ребенок и каждый человек рождается для какого-то своего дела. И прекрасно это описано было в запрещенном ныне писателю Акунине, в его большом произведении истории семьи, который начинает... Там есть такой отдельный том «Трезориум», где он написывает один из этапов того, как в варшавском гетто преподаватель отбирал детей, которых анализировали и давали им возможность развиваться в том направлении, которому они тяготят, то есть которому у них есть способность. И вопрос этот интересный, потому что если и вправду присматриваться, то каждый человек может найти свое место в жизни и реализоваться. И не обязательно этот человек будет получать высшее образование или заниматься тем, чему нравится заниматься их родителям. Полностью согласен. Поэтому меня жалко людей, которые не нашли себя, которым неинтересно. Это же ужасно. Вот этот тренер, он мог бы, например, условно говоря, заниматься каменной кладкой... И такой «Елки-палки! Господи! Каменная кладка! Подписывайтесь на мой, не знаю, телеграмм! Каменная кладка! Я... Если ты горишь, все! Эта жизнь имеет смысл. Тебе классно. То есть, тебе неинтересно. Я вот так как-то сейчас вспоминаю даже эти эпизоды, когда человеку однажды в жизни дают, условно говоря, поделать какую-то работу, и он вообще нафиг все кидает и прям начинает этим заниматься, и у него прям идет. Ведь на самом деле у каждого человека идет то, что у него получается. Говорят, я пойду оперироваться к хирургу, которого тоже 30 лет оперируют. Ну, вы знаете, что у нас никаких конкурсов на хирургов нет. И вообще нету людей, вот вообще почему у нас люди это понимают. У нас есть в театральный отбор, ты можешь не быть актером и даже не пытайся учиться. В музыкалку отбор, типа тебе на барабаны, в клавиши не иди. А в медицину, которая является искусством, которая должна, условно говоря, там, психотерапевт должен быть достаточно эмпатичным человеком, хирург, он должен реально иметь хорошую вот эту вот историю. Нету отбора. Все, вот прям по коммунистическим меркам, да, то есть у нас все для всех, вот все, любой может управлять, любой может это делать. И что мы получаем? Мы получаем кучу хирургов, которые имеют кривые руки, которые чуть-чуть овладевают профессией, оперируют много-много лет, имеют осложнение, неудачные ситуации, и вот они так и работают. Но есть хирурги, которым дают чуть-чуть, вот они вот, вот талант у них есть, вот они там год-другой оперируют, и уже оперируют лучше, чем все остальные. Ну, потому что это чистое ремесло. Вот и все. И иногда, и когда там, условно говоря, приходят пациенты и говорят, скажите, пожалуйста, вот у меня такая ситуация, вот мне говорят, так соперировать нельзя, вот только так. Я говорю, почему можно соперировать? А почему мне другие сказали? Я говорю, потому что вы задаете один и тот же вопрос людям с разными скиллами. То есть если вы прилетите к повару из там, цеховской столовой, и прилетите к шефу из ресторана, и скажете, как вы приготовите, я не знаю, рататуй, то у вас есть понимание того, что это будут разные произведения, и тот вообще не справится с рататуйем. А для того это вообще закрытыми глазами. Почему вы медицину начинаете представлять как однородную? Вы сначала говорите, хочу найти хорошего врача, а потом, а можно у вас по УМС соперироваться? В другой клинике мне предложили, там вообще бесплатно. Там хирург нормальный такой, у него борода седает, там вроде хорошо. Ну, да, потому что нет методов объективной оценки как бы качества хирурга. Как понять? Вот именно, что никак. Поэтому по совету все идут. Идут по совету. И понимают, что если им там случат вот такую вот оперичку сделали, что он не пойдет вот на такую. Поэтому люди, то есть здесь тот же инсайт. Вот если мы говорим про медицину, то здесь вопрос в том, что можно информативно разобраться, а в хирургии нет. А ей надо прийти и поговорить. Вот ты сразу поймешь, твой человек не твой. О, людей, которые способны это понять. Вот вы можете, а для многих это не связано. Это умение понимать чувства человека. Вот вы говорите по сути банальные вещи. Вы говорите, я вижу тренера, который горит, и Васю, который сидит и играет в телефоне. Для вас это объективно понятно. Вы знаете, что огромного количества людей вас вообще не поймут. Не скажут о том, что нормально. Я не знаю, потому что я живу в жизни своей головы. У меня кажется, что вот я на себя все примеряю. Некоторые вещи очевидны, посмотрите. Нет, нет. И есть те люди, которые видят, как я горю профессии и хочу им помочь, а другие видят во мне, например, иногда излишне эмоционального человека и говорят, вы знаете, мне вот ваша излишняя эмоциональность не нравится, потому что в образе врача вы должны быть сидеть вот этим вот. Знаете, что я разобрался в ваших анализах, мне требуется обследование. Вот им, например, и это больше нравится, это для них будет убедительно. А мой там, я не знаю, там несколько молодежный, эмоциональный, упрощенный иногда сленг с какими-то эмоциональными там определенными действиями кому-то вызывает ощущение, что я очень, условно говоря, там... Понятный. Ну, скажем так, недостаточно серьезный для врача. А, в этом смысле? Да. Я думал, что вы говорите про пациентов, которые к вам как раз прилипают. А, вот, вот вы понятно, вы понятно говорите. Все эти термины, вот, которые мне раньше на меня выливали, я не знал, что с ними делать. А вы мне вот тут нарисовали и все, я все поняла. Да. Кому-то это кажется слишком инфантильным, да? Вы знаете, у меня были ситуации, когда я прям брал бумагу и начал рисовать, они на меня смотрели и говорили, вы что делаете? Я говорю, я пытаюсь вам нарисовать и объяснить, а я там какой-то паровозик рисовал или там что-то еще. Говорят, что за детские рисунки мне теперь скажете? Я вообще пришла к врачу, и они к этому, этому, вот этому. Понимаете? И если один человек видит во мне и понимает, что я горю, что я объясняю на пальцах, там на стихах, там на пантомиме, пытаюсь им донести, почему это все, они говорят, ну класс, давайте. А другой посчитает меня в этой ситуации достаточно серьезным врачом и скажет, ну мы тут были у профессора, вот, шесть часов в очереди просидели под дверью, она нам сказала, что здесь только удалять, а вы говорите сохранять. Ну и что, вот я тут как клоун перед ними и профессор, которого они там ждали. Тогда этим людям к ним? Да, поэтому я все время говорю, каждый выбирает своего врача, и у нас на самом деле должна быть эта ситуация. Есть такое понятие врачебно-пациентское взаимоотношение. В какой-то момент оно либо рушится, либо не устанавливается, и у нас его можно официально по закону прекратить. Я везде за партнерство. Везде за партнерство. Когда вы условно, вы понимаете ваши роли, клиент, да, оказатель услуги, но вы вместе работаете. Это зашибись. Это классно. Так можно вести диалог, понимать, что ты делаешь, для чего, какие результаты, и не бояться своих чувств сказать авторитету. Это супер. Так это зрелость. Это зрелость? Это зрелость. Но мы не забываем о том, что как в мире существуют племена в Африке и небоскребы Нью-Йорка, да, и высокотехнологические компании, так и люди в обществе находятся на разных стадиях зрелости, да. И для кого-то партнерство недостижимый уровень зрелости для того, чтобы вообще стать ответственным за себя. И вот, знаете, когда я начал там в одном посте, написал о том, что ваше здоровье это ваше хозяйство и вообще кроме вас оно никому не нужно, и врачи неответственные за него, вы должны сами следить, собирать в папочку анализы, следить за сообщениями. А мне врачи сказали, я им поверила. А вот мне не сказали, я не сделал. Я говорю, вы понимаете, что эта ситуация, это ваше хозяйство, это ваш дом, вы должны за ним следить. А врачи-то на что? Слово хозяйство тут. Ну, хозяйство, именно как бы хозяйство, да. На что? А говорят они. И они как бы не дозревают до партнерских взаимоотношений. Я слежу за своим здоровьем, а вы оказываете мне хорошие медицинские услуги. Они говорят, я принесла себя на прием, а вы оказываете мне услуги. И вот вы должны меня лечить, а не я с вами буду взаимодействовать. На примере, условно говоря, там печени, да. Я не буду прекращать пить водку, а вы лечите мою печень. Потому что я не могу себе в это позволить бросить водку, а вы уж выкручиваетесь такой, я у вас оригинальный пациент. А еще прикол в том, что в партнерских отношениях врачу становится нахрен интересно работать. Не всем. Не всем? Да, значит, почему? Потому что в партнерских отношениях ты должен быть очень грамотным и очень уверенным в себе пациентом. Потому что патерналистическая модель позволяет скрывать свои нулевые знания. Вот смотрите. А что плохого в нулевых знаниях? Почему? Нет, я имею ввиду... Врачебный пациент. А, врачебный. Вы скажете, что он пациент. Я думаю... Мы с вами общаемся партнерски. Я объясняю вам. Смотрите, вот то-то, то-то. Вы мне говорите то-то. А теперь я не знаю ничего. И вот вы сели, ой, какая шейка-то ужасная. Черт возьми, да у тебя тут будет... Человек уже все, уже слово... Ты ничего не понимаешь, что там с этой шейкой. Врач там, ты здесь. Да. Ты не понимаешь, что с этой шейкой. Ты не знаешь, что сказать. Ну ты говоришь, тут, наверное, какая-то серьезная проблема. Сейчас мы возьмем все анализы. Все. Потому что если мы сейчас все не возьмем, вот. И по и прийти на следующий прием, и все. А ему и нужны все анализы, потому что он не знает, что это. Да. Да, не все. Я не понимаю, что это, да. Потому что это, когда нам нужно, условно говоря, один снайперский выстрел, а мы устраиваем, вот как бы, то есть, по сути, канонаду из артиллерии. Ведь медицина, это на самом же деле один снайперский выстрел. То есть, это один точный анализ. Или вообще отсутствие анализа, потому что, еще раз поговорю, там, условно говоря, палочка 0,5 копейки, ПАШ-тест, он в норме, ничего не берем. Но куча анализов... То есть, получается, вы говорите, партнерские отношения, либо одни не дозрели, либо другие позволяют скрывать свою некомпетентность. Так вот, и это и ответ на вопрос, как найти своего специалиста. Ты в партнерские отношения пробуешь что-то пить, и тут ты понимаешь, а, так он не понимает ни хрена, он не сечет. Либо ответы какие-то неубедительные, что-то тут не то. Тут что-то не так. Да. У меня был опыт, я, по-моему, говорил об этом подкасте с педиатром, крайне положительный. Я прихожу, то ли доктор наук, то ли кандидат медицинских наук, не знаю, да. И я спрашиваю, совершенно дебильный вопрос. Я, когда я его произношу, думаю, господи, зачем я это спросил? От волнения. Один из первых, значит, разов, когда я принес своего ребенка педиатру. От волнения куда ляпнул. Он такой, так, секунду, полез в компьютер, я говорю, вы что делаете? Я зашел на сайт медицинской академии наук американской, сейчас я почитаю. Ха, интересно. Я думаю, елки-палки, этот человек любит свою профессию. Он не идиотизм вопроса воспринял, а то, а как так ответить? Надо же что-то ответить. Чтобы что-то ответить. И он не стал из себя сделать какого-то специалиста, он пошел, узнал. Ну, вроде бы, вот, что пишут. Да круто. Класс! Я думаю, мне к тебе. Супер! Я сижу, гуглю постоянно. Я не стесняюсь гуглить, когда мне говорят, я такой-то препарат принимаю. Я вообще, наверное, самое важное, что нужно научиться делать врачу, чтобы не фантазировать, это уметь так фнетикать. Вы знаете, я не знаю. Супер! Вот прям, я не знаю. Давайте вместе посмотрим. Я иногда там смотрю препарат, говорю, а-а-а, это же другое название, вот этого, или это из группы этих, поэтому вам назначили сюда. Или, например, когда пациент сомневается, я говорю, давайте сравним по симптомам, посмотрим, что написано. И посмотрим, вот я вот предполагаю, что у вас синдром такой-то, такой-то. Читаем. Здесь я легитимизирую иногда ситуацию, при которой я вижу, что у пациента есть какое-то сомнение. Или, например, мы берем там, или мы там берем лекарственный препарат. И пациентка спрашивает, а скажите, а мне при этом можно его принимать или нельзя? Я могу просто сказать, можно. Чтобы не потерять ассоритет, как бы, да? Открыть. Я говорю, давайте еще раз перепроверим. Открываем, смотрим, да, смотрите. Вот написано, что это не является противопоказанием. Окей, окей. Это же класс, это же визуализация, и здесь я все время не думаю о своем авторитете. И это тоже с врача снимает давление. Что он может сказать? Хм, не знаю, сейчас подумаю. Все, у него есть такая роскошь. Это вообще нормальная история? Потому что к врачам приходят за чудом всегда. Это волшебники. Это сверхлюди. Последняя инстанция. Все. Вот чуть ниже бога врачи. Вот они вот сейчас меня спасут. И врачи, наверное, чувствуют. И хотя соответствовать этому невероятному статусу спасителей. Уверены. Поэтому они, ну, как бы, возможно, и как бы так зациклены на авторитете в своем. В зависимости от того, кто зачем пришел в профессию. Если кто-то пришел в нее удовлетворять свою власть над людьми, ведь мы должны понимать, что есть профессии, у которых люди выбирают для того, чтобы удовлетворять свою потребность. Да, есть профессии, связанные с насилием, с запретами, с управлением, с унижением, со всеми остальными делами. Медицина – это одно из направлений, в которых... Врачи-то люди? Да. В которых приходят в профессию удовлетворять какую-то свою внутреннюю душевную потребность и боль. И вот возможность стоять над кем-то, запугивать, владеть его эмоциями. И на многих это та вампирская история, которую они как бы очень используют. А то, что врачи произошли изначально от шаманов, от лекарей, которым шли за чудом и не понимали, что они делают. У многих так и сохранилось. Особенно, когда речь идет о бесплодии, когда они просто идут по факту у него все беременеют. Или у нее все беременеют. Они просто приходят для того, чтобы посидеть в этом кабинете. И вот мне кажется, что если в этот момент я там достану ступ, что-то там вот такой вот сделаю. Они скажут, ну слава богу. Ну слава богу. Вот оно. тот самый, все, не врали. Да, принимайте теперь это перед закатом и перед рассветом. Вот, наверное, так. Так, я сейчас, сколько мы сидим уже, ребята? Вам нужно идти? Да нет, я могу. У меня еще есть некоторые моменты, да, сидим. Супер. Значит, смотрите, сейчас мы идем потому что такой тон у нас. Прям мы такие молодцы. Надо в сторону глупости идти, а потом снова к серьезному. Скверт, объясните мне, что это такое? Все очень просто. Мужчина и женщина закладываются из одних и тех же деталей. Ну то есть, изначально это выкройка, а потом все детали, они так и заложены. Ну то есть, условно говоря, если мы возьмем пенис, то там есть два, вот все время путаю, пещеристое и кавернозное. По-моему, два кавернозных и одно пещеристое тело, которое складывается. Там есть головка, полового члена, есть яички, мошонка и вот эта конструкция. Теперь мы переносим на женщину. То, что у нас является мошонкой, это большие половые губы. Что является малыми половыми губами, это, по сути, крайняя плоть. Клитр имеет не только головку, но тело и две ножки, которые уходят в большие половые губы. То есть, мы это все разместили сюда. Поэтому вот эти гиперклитры похожи на член. Да, при гипертрофии. Так вот, дело все в том, что дальше в больших половых губах находятся две луковицы при двери, которые, по сути, являются вот этими боковыми, вот этими пещеристыми телами. И во всей этой конструкции, не забывайте, через половой член проходит уретра. Значит, мы ее размещаем под клитором, потому что она там будет, то есть, условно говоря, влагалище будет как инвагинация от уретры. И вот мочевой пузырь есть, из него у мужчин выходит уретра длинная, да. В самом начале отхода от мочевого пузыря располагается предстательная жилета. Она как бы об... Господи, какое слово-то сказать. Обхватывает уретру. Ее функция в одном. Она секретирует такой энергетический коктейль для сперматозоидов. Чистый энергетик. То есть, там только питательные вещества. Лубрикант. Нет, энергетик. Энергетик. Потому что там вещества, которые позволяют сперматозоидам вышивать в этом тяжелом, долгом пути. В середине... Во враждебной среде. Да. В середине там находится семидвосящий пузырек, бугорок, через который выбрасывается сперма, доставляя мужчине органические ощущения. То есть, по большому счету, сперма, это сперматозоиды, которые поднялись по семидвосящему протоку из яичка, смешиваются с жидкостью, которая секретируется в предстательной железе. Она прозрачная. Она выделяется еще немножко с доеякуляцией. Такая прозрачная жидкость. Вот. Получается коктейль, потом он выбрасывается, проходя через семидвосящий бугорок, вот эта ткань предстательной железы, это получается один и тот же конструктор, ее куда-то надо деть. А у нас, по сути, у женщин и мужчин есть все, ну, то есть, все ткани, а предстательной железа нет. Так вот, в области уретры, у женщин, есть остаточная ткань, которая была раньше мужской предстательной железой. Она там как бы располагается. Называется ее уже муженским организмом с кеновыми железами. Ответствующим образом все индивидуально. У кого-то больше, у кого-то меньше, у кого-то больше иннервация в это место, у кого-то меньше. Располагается, то есть, если как бы у мужчин, когда пытаются найти предстательную железу, вводят палец в прямую кишку и вот как бы ее находят по этой стороне. У женщин по влагалище верхняя стенка, наружная треть, проекция, которая называется зоной Графенберга или строчка G. Это и есть проекция вот этой зоны, которая по большому счету себя представляет недостаточно вот развитую предстательную железу соответствующими нервами и остаточными железами, которые называются скеном железа. Так вот, если этой как бы ткани много, то стимуляция этой зоны приводит к накоплению в уретре той псевдопростатической жидкости, которая есть, и она выбрасывается в видеокуляции. Если у женщин... А она вот в этом рудиментарном... Да. Там она и скатывает. Он все-таки работает. Если ткани много, если желез много, еще раз повторяю, она может быть у кого-то вообще редуцирована, а у кого-то достаточно много. И поэтому у кого-то это прям вызывает сильные эмоции и ощущения, у кого-то вызывает дискомфорт, потому что просто мнут уретру. И вот это и весь суть женской экуляции. И да, в этой как бы истинной жидкости находили те ферменты, которые характерны для маркера, для простатической жидкости. Ну, то есть там определенную там, по-моему, щелочную фосфатазу или что-то еще. Но иногда у женщин происходит непроизвольное мочеиспускание в результате той же массажа этой зоны. Потому что у женщины уретра 3 сантиметра и передняя стенка влагалища это по большому счету сначала кусочек уретра, а потом мочевой пузырь. Если он наполнен и его все время массажировать теми способами, которыми стимулируют переднюю стенку, то у женщины может произойти во время сокращения оргостического, которое по сути является таким недержанием мочи и выбрасывания из себя вот этой вот уже мочи, а не этой простатической жидкости. Поэтому здесь вопрос вот именно так и различается. А так как сфинктеры у женщин не очень крепкие и проблема недержания мочи вообще у многих развивается и после родов и дальше, то это ненадежная система и поэтому здесь может быть либо недержание мочи в процессе оргазма, либо же вот в это небольшое количество этой псевдопростатической жидкости. Вот вся история. И соответственно от того, как это выглядит, ты понимаешь, что именно выбросилось? Ну в принципе ну как бы моча отличается вот этой жидкости, которая есть. Да, супер. Все, разобрались. Вы не против, если мы в названии поставим то-то, то-то, то-то и скверт? Пожалуйста. Клики, клики. Ну вы можете еще более что-нибудь провокационное поставить. Ну скверт главное поставить. Скверт составить. У меня был целый раздел, я даже здесь недалеко на центральном телеграфе в рамках секс-просвета или лекции какого-то там проекта просветительского собирал одну, наверное, из самых больших лекций. Она есть на Ютьюбе. По-моему, человек 600 пришло. Ну то есть бесплатные лекции. Вот центральный телеграф, площадка вот эта была. Я тогда не знал, сколько придет человек, и я, значит, там поставили стулья в 100, а потом зал валит. Они сидели везде просто. Эта лекция была про? Это была просто про женский оргазм. Вау. И я, когда вот они все собрались, вот эта вот огромная про аудиторию, я такой микрофон так... Я даже не ожидал, сколько вас тут пришло, в общем, и я читал тогда вот такую вот откровеннейшую, абсолютно, она там, и она была анатомическая, физиологическая, с кучей фотографий, эту тему. Вау. Это было очень круто для тех времен. Тогда я вас спрошу, но оргазмами занимается кто? Сексолог или гинеколог? Оргазмами, ну то есть занимается, конечно же, сексолог. Но дело в том, что если бы у нас было реально нормальное образование команды сексологов, у нас в эту профессию часто идут люди этого недостойные. Нет такой системы, которая бы выращивала классных специалистов. Ну и плюс ко всему, о чем я все время говорю, человеческий фактор, да, то есть вы принимаете работу сексолога, насколько это речь об человеке, имеющем вот такую вот эмпатию и вообще умение о таких вещах разговаривать так, чтобы не вызывать у человека дискомфорта и еще не иметь на лице никаких там этих физиологических проявлений твоей заинтересованности в радостях твоей профессии. А почему некоторые женщины не испытывают оргазм? Ну на самом деле любая женщина может испытывать оргазм. Ну то есть все для этого есть. Любая? Любая. Ну то есть система, она заложена. Вопрос, я на самом деле на него могу достаточно просто ответить. Дело все в том, что, во-первых, у нас у всех разная половая конституция. Мы абсолютно принимаем физиологическую конституцию, да, и понимаем, что одни такие крупные, мощные дядьки такие, а другие могут быть ну такими не очень крупными и они несопоставимы. У кого-то рыжие волосы, у кого-то белые. Да, это разная половая конституция. Это, видимо, какая-то определенная наследственность, что-то еще получается. Поэтому как бы ждать от одного человека, что у него прям будет зашкаливающий либидо, а у кого-то вот такой вот, ну, в общем, не надо. И дальше оно развивается. То есть у человека есть все у женщины для того, чтобы... Вообще, в целом, у женщины способны испытывать оргазм во сне. То есть по большому счету для... Да, это довольно распространенная история. Но, собственно говоря, и у мужчин есть этот аналог. Это называется полюциями, да? То есть если просто... У меня один раз в жизни была. Ну, в общем, это... В 27 лет. Ситуация длительного полового сдержания. Не-не-не. Или же какого-то эмоционального перенапряжения. То есть это просто такая атипическая реакция. Я проснулся такой, ну, здравствуйте. Да. Но это вот эмоциональное перенапряжение. То есть мысль в том, что мозг ошибся. То есть он дал вам не ту реакцию на стресс. Это та ситуация, когда и женщина может испытать оргазм. Например, там, боясь дописать экзамен, опаздывая, или когда бежит там за автобусом, боится опоздать. Да, то есть... И испытал оргазм? Да, это такая случая очень часто описывает. Это чтобы снять напряжение? Мозг ошибается. Ну, то есть он должен по-другому среагировать, но он выбирает оргазм как вариант разрядки или вот выхода из этой ситуации. Вау. Вот. То есть, по сути, женщине даже не нужна стимуляция половых органов для испытывания оргазма, и женщина часто испытывает оргазм во сне. То есть, понимаете, то есть механизм заложен там. Вопрос в чем? Вопрос в том, что дальше происходит. Как вот этот подход идет? Дело все в том, что если мы говорим про мужчин, у которых это прям закрепленная эволюционная функция, поэтому здесь очень упрощенная система, там, как бы, в общем, самая примитивная вещь. У женщин оргазм для продолжения рода не нужен. То есть, это, по сути, такая интересная функция высшей нервной деятельности, которая привлекает женщину в половой акт. Вот подумайте, интересный момент. Дело все в том, что мужчине для обеспечения самой важной, заточенной вот в эволюции истории, нужно иметь половое влечение, способность к эрекции, способность к эякуляции. Только тогда можно как-то передать сперматозоиды. Женщине вообще ничего не нужно. Но ей оставили клитор, эволюционно он не редуцировался, орган, который нужен только для удовольствия. Да? И развили центральную нервную систему, развили лимбическую систему для того, чтобы появилось понятие либидо. И женщины, кстати, когда занимаются, когда занимаешь проблему бесплодия, часто делают неправильную историю. Надо прокачивать либидо, потому что мозг сказал, давай, ты будешь хотеть, а мы тебе там потихонечку беременность подложим. Все поднастроим там. А мы, они все это, потому что инстинкта продолжения рода нету. Есть инстинкт либидо, который прокачивается. И поэтому у мужчин все это достаточно просто, и это очень трудно сломать. Потому что есть куча тестостерона, определяющего либидо. У женщин тестостерона меньше, но именно тестостерон определяет женское либидо. То есть его так дают, ровно как специю. То есть они как у мужчин, как это вот прям вот батон этого всего. А дальше женское либидо начинает идти сложным путем. Во-первых, это особенности воспитания в семье. То есть особенности реакции на подростковую эротизацию, которая с тобой возникает, с ранней неосознанной мастурбацией, за реакцией родственников на это, близких сюда. Дальше вот это прокачка. Ты девочка, ты мать, от секса бывают дети, от секса бывают инфекции. Вообще никому давать нельзя, потому что потом у тебя то и пи... То есть такая идеологическая нагрузка возникает на этот процесс, которого нет у мужчин. И поэтому, условно говоря, если вы захотите есть, пошли заточили гамбургер. Такие, а, все нормально, это картофель, кола, все. А теперь представьте себе другая ситуация. Вот мальчик захотел есть, ему говорят, значит, перед едой, перед едой, ты должен понимать, что еда тебя может отравить. Не вся еда хорошая. Ты должен обязательно разобрать гамбургер, проверить, прожарено ли мясо. И вообще в целом постараться воздержаться от еды, потому что... Тебе должно быть стыдно, что ты его ешь. Ешь, прям, да. Потому что ложом и вилкой ты копаешь себе могилу. Потому что вчера съел это и это, и сейчас это усугубит все. Да. И вот такой вот мальчик. Вы вместе идете с ним и говорите, скажем, заточим по пару бургеров. Он говорит, я не буду, наверное. Ты знаешь, если честно, я там салат поем чуть-чуть. Может быть, просто воду без газа. Говорит, как классно вот это все. Он говорит, не, не буду. И он вам не конец... То есть, ну, давай попробуешь чуть-чуть. Ну, да, да, вкусно, конечно, вкусно. Но я не буду. Вот что мы получаем с женщиной, которая эмоционально под давлением вот этого всего впитала. И потом мы пытаемся ее пригласить в этот бургерную. И говорит, слушай, давай вот сейчас я вот тут так же со мной этот бургер ешь. Давай, давай, давай. Там прям... Вроде родителей рядом нет, никого нет. Я бы бургер этот заточила. Ей нужно отключить все эти воспоминания, все эти установки, забыться. И тогда либидо пробивается. Да. Бум. Но не у всех. У некоторых такой сильный, что они там типа, мам, знаешь, папа, иди, дай у меня свои. То есть, это тоже сила этого либидо. Дальше у женщин есть интересный момент. Дело все в том, что все, что совершает мужчина для своей самореализации в сексе, они ровно такие же, по большому счету, как и в сам половой акт. Ну, условно говоря, если мы говорим про самоудовлетворение и про сам половой акт, у нас одинаковая конструкция все это в действии. А у женщин это разделено. У женщин есть отдельно понятие клиторной стимуляции, которая, по сути, такая келейна для самостоятельности. То есть, она позволяет женщине просто разбираться со своим настроением, напряжением и прочим всем. И так, в общем, спокойно. А сам половой акт, это акт принятия в себя другого человека. Это посложнее. Это партнерство. Это прям расслабиться, чтобы принять. Я всегда так размышлял, что, ну, не я, где-то я украл кого-то, что для мужчин важен объект. Объект. О, о. Формы. О. Ссадница. Во. Все, готов. Интересно. А для женщины субъект. Так, как здорово, как интересно, как интригующе, как прикольно. Ха, а там же еще и пениц вроде есть. Ну, потому что мужчине надо в кого-то проникнуть, а женщине в тебя принять. Понимаете? Прийти в гости, не принять гостей, понимаете? Это очень разные вещи. Вы пришли, веселый, с бутылочкой и цветами. А, я там, посидели, а женщина готовила это помещение. Готовилась. Готовилась. А потом вы уйдете, и ей еще нужно будет это все пережить, что вы тут наговорили. И плакать. И плакать. Да, как в домострою. Там было так и написано, что после соити надо дать женщине уйти в ванну и поплакать. Как быстро мы все-таки, какой путь мы прошли, да? Сколько там, за 40-30 лет? Это да. И, в общем, получается так, что и для того, чтобы научиться в себя принимать и не бояться, и доверять, и хотеть вот этого процесса, мужчина, который с ней не разговаривает. Ну, в общем, тут все сложно. И поэтому часто женщин делится история на то, что у них есть своя келейная радость, я так называю, и вот сложные партнерские взаимоотношения, которые надо реализовывать для фасадного благополучия. Поэтому все... Но, опять же повторю, любая женщина способна к этому, потому что все органы системы настроены на то, чтобы это было происходило. Вот так вот история. Все, окей, меня устраивает этот ответ. И у меня последний вопрос остался. Он, наверное, очень объемный, а может быть и нет. Про старородящих. Вот есть такой термин, старородящие. У меня сын родился, когда мне было... Когда моей жене было 31, по-моему. И она была уже в статусе старородящей. Это же как... Это какой-то капец. Когда ты понимаешь, что ты в 30 лет уже старый. И меднаука, как бы, вот тебе справку выдала. Ты старый для этого дела. Вопрос вот какой. Вот как он звучит. Когда не... Тут тупо, наверное, да? Я вас спрошу по фотографии погадать. Но я спрошу, когда не поздно еще родить? Ой, это прекрасный, совершенно вопрос. Я на него отвечу. Во-первых, по старородящих, да? Ну, это опять мы возвращаемся вот к этой вот, как бы, системе организации медицины, которая была придумана в СССР, где есть врач, который может развешивать ярлыки, давать какие-то приказания, там, прочее все. То есть такая карательная система. Поэтому сказали рожать до определенного возраста. Не родила, а все старые. У нас даже, условно говоря, в русском языке до определенного времени в женских болезнях для определения женщин старшего возраста использовалось понятие старуха. В старых учебниках... Старуха! Да. Идешь мимо кабинета, там, гинеколог, и слышишь, старуха! Нет, это так и есть. А многие же женщины, вообще это свой, ну, по моим наблюдениям, может быть, не так, они вообще с удовольствием берут на себя вину за все. И когда они слышат старородящие, они такие... Ну, в общем, главное... Что ж я? Понять, что этого термина не существует. У нас существует понятие поздний репродуктивный возраст. Это все. Дальше давайте посмотрим такой интересный момент. Как женщины соотносятся со своим паспортным возрастом? Менопауза, то есть прекращение репродуктивного периода, наступает в норме с 41, там, до 56, 58 лет. То есть разброс нормы лет в 15. И женщина, которой 38, ее менопауза будет в 58, находится за 20 лет до окончания репродуктивного возраста. А если у нее менопауза ожидается в 43, то там лет за 6. Это можно посчитать там... Ну, очень косвенно. Это просто столько, сколько тебе дали его условно при рождении, но ты мог это растерять за счет операций, курения и прочее. Так вот, поэтому, когда мы говорим женщине в возрасте 35 лет, у некоторых в 35 лет и вправду все так плохо с точки зрения оставшегося количества фолликулов, что ей и вправду нужно думать о том, что она находится в конце репродуктивного периода. И женщина, которой 35 лет, у которой куча фолликулов, они... Я вот прям вот... На самом деле, можно просто даже там... Я иногда так ориентируюсь. Вот если вас, не показывать ваш паспортный возраст, вот мне просто датчик поставить, я смотрю, делаю УЗИ, и сказать, сколько этому человеку лет, и условно говоря, я бы сказал, ну, лет 25, а ей 38. А что, она не расходует фолликулы? Нет, вот так вот и много у нее их. А, просто их много? Да. А бывают месячные без фолликул? Нет, фолликулы это структурные элементы яичника. Месячные это реакция организма на отсутствие беременности, это не связанные вещи. А, это сейчас здорово. В конце беседы я вдруг понял, что они знают, что такое мещение. Вот. Но есть те пациентки, которым я, условно говоря, делаю УЗИ в 23 года, и я вижу, что там очень мало фолликулов в яичниках осталось, и она кандидатка на преждевременное истощение яичников. Сейчас нужно зафиксировать, о чем вы говорили, чтобы к этому вернуться, чтобы не было такого, о чем вы говорили, да? Вы зафиксировали, да? Да. Погодите, а месячные это разве не выход яйцеклетки с кровью? Нет, давайте я, у меня есть такой опыт быстрого рассказа менструального цикла. Черт возьми, я всегда думал, что это вот, они груши, в нее есть полость внутри, которая выслана слизистой оболочкой эндометрием, которая каждый раз вырастает, отторгается, вырастает, отторгается. Вот такая вот история, понятно, да? Да, да. Есть яичники, в которых в обоих с началом цикла стартуют, ну, несколько участников команд, условно говоря, 7-10 фолликулов, и они начинают расти. Потом в каком-то случайном яичнике один из этой команды врывается вперед, все остальные начинают отставать. Тот, который вырвался вперед, идет, 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 и к середине цикла, при 28-дневном цикле, это где-то 14-й день цикла, он дорастает до размера 20-22 миллиметра, разрывается. Это называется овуляция. Яйцеклетка ловится как байсбольный вот этой вот трубой, как это, с перчаткой, трубой, и ее хватает, и яйцеклетка сидит в трубе. Здесь она ждет 48 часов сперматозоида. Если за 48 часов сперматозоиды сюда не пришли, она здесь погибает. И выводится. И ничего, она здесь погибает. И вот эта вот слизистая оболочка, которая выросла за первую фазу цикла. Где? В матке. Вот я матка. В эндометрии? Да, вот этот эндометрий, он вырастает в первой фазе цикла, он вырастает просто в толщину. А всю вторую фазу цикла он готовится к принятию этой ситуации. Чтобы она там закрепилась. Она из трубы должна спуститься сюда. И на эндометрии? На эндометрии закрепиться, правильно. Так вот этот эндометрий, если там беременность не случилась, он 12-14 дней готовится, ждет, все это делает. И если она не случилась, то он сбрасывается. Да ну нафиг вас всех. Это менструация есть. А это яйцеклетка? Яйцеклетка там в трубе и погибла. То есть там в кладбище прям яйцеклеток у них? Ну это клетка. Ну то есть она и погибла. Все, все. Ну то есть примерно я правильно понимал, только яйцеклетка никуда не выходит. Она там в трубе и находит свою смерть. Да. Она там не дождалась и от как бы грусти почила. Ну там ее в макрофаге съели, то есть там есть у нас клетки, которые там эти клетки не нужны. Подчищают. И все. А вот если сперматозоид ее поймал, там оплодотворил, идет дробление этой клетки, четыре дня она путешествует из трубы в матку, ищет место, где прикрепится, прикрепляется, и после этого идет сигнал в мозг, чтобы желтое тело не прекращало работу и понеслась беременность. Зигота, гомозигота и дальше. Ну да. В общем, вот так это и происходит. А остановились мы, пошли мы... О, черт. Напишите в комментариях, на чем остановились. Это вам никак не поможет. Напишите, пожалуйста. Я сейчас вспомню. Подождите. Вы попросили меня ответить про возраст. Да. Я сказал, что иногда я вижу пациентку, у которой уже в молодом возрасте мало фолликулов, то есть у нее на жизнь их не хватит. У нее может быть преждевременность, точнее, яичников уже годом к 30. Теперь вы спрашиваете, в каком возрасте надо беременеть вообще? У меня на это ответ. Ну, то есть... Нет, не надо. Я знаю, в каком возрасте надо. Чем раньше, тем лучше. Нет, у меня на этот вопрос беременеть нужно тогда, когда ты хочешь детей, потому что нужно детей хотеть. И нужно быть проработанным желательно человеком. Хотеть. Чтобы не сломать своего ребенка. Чтобы вы не вырастет невротика, психопата и прочее. И появилось у вас в душе время для детей? Рожайте их. Это утопия. Но это мое пожелание. Можно я свои слова назад возьму? Нет, погодите. Я беру свои слова назад про проработанного человека. Вы правы. Надо... Точка А. И самое главное. Это... Точка G. Точка А. Хотеть ребенка. Это автоматически гарантирует вашу любовь к нему. Да. А любовь к нему вас... вас и разовьет как человека и не сломает вашего ребенка, потому что он будет купаться все, что надо. Основная база. Это еда и любовь. Все. Человек вырастет. Так. Вы абсолютно правы. Абсолютно. Все. Проработанность... Это потом. Все. А дальше, в общем, мы понимаем о том, что качество яйцеклеток с возрастом ухудшается. Считается, что после 35 лет это происходит чуть быстрее, чем до этого возраста. И вероятность генетических нарушений проблем с оплодотворением яйцеклетки с возрастом увеличивается. И поэтому в позднем репродуктивном возрасте вероятность беременности на один цикл резко снижается. Поэтому время на это уйти может больше. Вероятность плохих генетических беременностей может быть больше. В общем, это такой процесс, в котором нельзя никогда быть категоричным. С чему вообще сегодняшнюю всю беседу ведем. Нельзя говорить, вам 39. Все. Нет. Мы можем пользоваться в медицине только терминами. Вы находитесь в позднем репродуктивном возрасте. Вероятность удачной беременности у вас снижается с каждым годом. Но у вас шанс есть, и вы можете его реализовать, учитывая такие-то вводные. И имея абсолютно реальные понимания об успехе. Особенно если есть сопутствующие заболевания и перенесенные какие-то процессы. Поэтому нужно отказываться от этих ярлыков под названием там старородящие, еще какая-то там родящая. А очень четко понимать. И есть примеры пациенток, которые и в очень позднем репродуктивном периоде спокойно беременность рожает. Но если она понимает и знает, что у нее там есть риски, она знает, что можно сделать специальные неинвазивные тесты, которые показывают генетику плода вовремя. То есть, ну, находится в осознанности. У меня любимый термин – это осознанность. Осознанность в жизни помогает не совершать ошибки. Учет причин известных связей не помогает не совершать ошибки. Поэтому если человек осознанный, то он все, о чем мы сегодня с вами весь разговор говорили, понимает, делает и приходит к хорошему результату. Отсутствие осознанности автоматически приводит человека в лотерею. Он все время вытягивает случайным образом какие-то черные карты, которые ему создают в жизни проблемы. И в этих условиях как бы его личное… То есть, либо он везучий, и он как бы пролетает, либо он получает вот эти свои карты. Поэтому осознанность, позитивный настрой – это очень важная вещь в медицине. Вау. Я думаю, нам пора заканчивать. У нас тут в студии мы записываем, не тогда, как показываем. У нас уже 23 часа. Или, да, можно уже нашего гостя отпускать. Вас, наверное, ждут. А закончим вот еще чем. Может, сейчас еще полчаса будем болтать, я не знаю. Я своими глазами видел, как работает менопауза. Не знаю, наверное, я могу об этом говорить. У меня первая жена не могла зачать ребенка. У нее был эндометриоз. И куча всяких болезней. Я что в этом разбираюсь? Прям дофига всего. И вашу лекцию я слышал. Я потом оставлю ссылку под видео. Многие из тех страхов, что там, значит, и ненужных манипуляций, я вспоминал, что ей делали. Но это не об этом речь. Ей, конечно, прописали гормональную терапию. Ее посадили в менопаузу на полгода, по-моему. Да, это называется искусственная менопауза. Чтобы эндометрий подрос? Нет, наоборот. Для того, чтобы погасить иммунную систему, потому что эндометриоз, он, по сути, проистекает из неправильного расположенного эндометрия. А, да, его нужно было, да, он не там растет. Загасить. Он не там растет, точно. Эндометриоз тогда не там рос. Вот. И две вещи меня удивили. Как быстро человек визуально погас. Я сейчас, наверное, буду вас расстраивать. Да, женщины. И просто ушла. Вот такая оболочка стала. А вторая штука, которая меня очень сильно удивила. Как человек поменялся, когда отменили гормональную терапию. Волосы выросли. На глаза я смотрю, волосы растут. Румянец появился. Гормоны – это, конечно, сильная штука. Я вдруг увидел воочию, как это работает. Как человек похорошел за месяц просто, как будто бы, я не знаю, какое-то чудо. Живой воды попил. И это просто было сумасшествие. Ну да, если вы возьмете, ну, по сути, что-то там, что держит форму за счет воздуха, из него вытащите воздух, вы поймете, как там какая-то форма превратилась в не очень приглядный вид. Ну то есть, да, безусловно, это самый яркий пример. Но дело все в том, что именно такие контрастные истории, они создают мифы об менопаузе. И женщины ее очень боятся. И у меня вопрос о том, что у меня что, скоро менопауза? Или климакс, они говорят. А что, это ужас какой-то, я боюсь, что это наступит. Нет, на самом деле вы наблюдали искусственную менопаузу внутри репродуктивного периода. Это совсем иная история. Да, похожее явление случается и в ситуации истинной менопаузы. Это называется климактерический синдром. Так вот, дело все в том, что климактерический синдром очень успешно корректируется заместительной, сейчас называют менопазуальной гормональной терапией, которая подбирается и не дает женщине не то, что провалиться в такую ситуацию, а иметь и прекрасный внешний вид, сексуальность либидо, и волосы, и ногти, и кожу в 65, понимаете, вот эти прекрасные вещи. Но у нас гормонофобная страна, поэтому, когда речь иногда идет про назначение гормонов в этом возрасте, все очень боятся, не только сами пациенты, но и врачи. Иногда пациенты просят, врачи отказывают, попугивают различными последствиями. Но это тоже палка о двух концах, у этого есть побочные эффекты, поэтому там в свое время, а когда увидели суперэффекты, знаете, как у мужчин в зале на анаболиках там происходит прям значительный прогресс, такая же ситуация была с сохранением молодости. Но когда появились гормоны, потом увидели резкий всплеск рака молочной железы и венозных тромбозов, и потом был пересмотр, и договорились о том, что заместительная гормональной терапии назначается строго по показаниям, это умеренное и тяжелое течение климактерического синдрома на минимально эффективными дозами, на оптимальный срок. Ну то есть и тогда все это стало. Поэтому современная женщина, которая не имеет гормонофобии, обращается вовремя, она может сохранять прекрасный цветущий вид и в этой ситуации. Там была лечебная история, здесь история, связанная с коррекцией. Но о чем я все время говорю, когда женщины подходят к этой ситуации, мы боимся, я говорю, так вы можете уже сейчас сделать то, что вам это не нанесет такого вреда, потому что это развивается не у всех женщин. Я говорю, давайте так, сбросим вес до нормального, введем в свою жизнь физическую активность в виде дорожки, пробежки, плавания, уйдем от нездоровой пищи, просим курить, попробуем отказаться от частного употребления алкоголя. Нормально так, вот это все сделаем, и вы такая прям вся здоровая, цветущая, пойдете в менопаузу и сохраните там здоровье без гормонов. Нет, это все сложно. Это же не волшебная таблетка, это же надо перестать есть тортики, есть бургеры, ходить в зал, что-то делать. Поэтому часто женщины приходят к этому возрасту, имея набор хронических заболеваний, которые тут же начинают обостряться в этом периоде, и в конечном итоге мы получаем человека... И мифы, и мифы о менопаузе. Да, то есть менопауза, по сути, это то испытание, которое получает организм, вот если вы всю жизнь, собственно говоря, не сильно заболитесь о организме, когда начались вот эта вот тряска, условно говоря, вы там с асфальта съехали на проселочную дорогу, у вас начинается вашу подвеску, ну, то есть если она была уже ушатанная, то она как бы... И поэтому начинаются сердечно-сосудистые заболевания, и там со всеми рисками, со всеми делами, усугубляется течение инсулинорезистентности до сахарного диабета второго типа, и понеслось. Дорогие зрители, очередной человек, который говорит неприятные вещи, что нужно с собой заниматься. Ну, по-моему, надо как-то, наверное, все-таки заниматься собой. Дмитрий, огромное вам спасибо, офигенная беседа. Спасибо большое, мне было тоже очень приятно. Просто вау. Девочки, девочки, пишите комментарии. Как вас найти, где? С вами можно связаться? Да, я есть в Телеграм-канале Доктор Дмитрий Лубнин, я есть в запрещенной сети Грамм, тоже Доктор Дмитрий Лубнин, есть в ВКонтакте и в Дзене, везде это Доктор Дмитрий Лубнин. А вы общаетесь с публикой? Да, я как раз из тех, которые сам все пишут, ведет, и еще плюс отвечают на вопросы, на комментарии и на все остальное, откуда у меня есть время, я даже не знаю, потому что у меня в сутках, видимо, 36 часов, потому что я практик, я 5 дней в неделю по 10 часов веду приемы без остановки. Вау! Вот. Поэтому все, что я даю, я даю очень много. Я не даю таких постов и серий ни о чем. Мои посты, это всегда инструкция действует. Просто сиди и разбирай, и по сути сам делай. Ну, то есть, я иногда сравнивал эту историю, я как Икея даю конструктор. Можно, конечно, посидеть чуть-чуть, на самом деле, и собрать шкаф, а можно вызвать дядьку, который вам соберет шкаф. Я дядька, я могу собрать шкаф, и приходите. А так, в целом, на самом деле, мне нередко пишут в комментах о том, что, а зачем вы столько бесплатно даете информации, другие продают все это. Это еще за... Сколько мы лет ведем этот подкаст? Уже три с половиной года. Наверное, почти. Это еще то, что отделяет хорошего специалиста от нехорошего. У нас нехороших почти не было. Но, когда я смотрю, почти не было, значит, я кого-то считаю нехорошего. Короче, у меня вопрос к одному из наших гостей. Но в процессе, значит, возник, не буду говорить про кого, мне будет урок. Вот. А специалисты, хорошие, я смотрю лекции, они всегда с удовольствием делятся знаниями. Они не думают, блин, я рассказал, ко мне никто не придет. Херня собачья. Наоборот, и придут. А те, кто думают, блин, я сейчас расскажу, а что я буду продавать? Вы очень правы. Я останусь... И они такими общими фразами говорят. И через слово, а если вы купите мой курс... Да. Если вы купите... Подробнее в моей книжке. Подробнее. Да-да-да. Я думаю, о, братец-то, был счет метр-то у меня сработал. Сейчас я все понял про тебя, какой ты специалист. Насчет книжек. Кстати, у вас есть книжка Project Woman. У меня есть пять книжек. Я написал пять. Ну, я теми, которые имеют значение, я выделю три. Одна называется Project Woman, которая касается просто женского здоровья, всех нюансов гигиены. Вы скажете, что она как энциклопедия? Ну, она интересная энциклопедия. Но там, главное, есть вторая часть книги, которая вся посвящена женскому оргазму, и там вообще все разложено по частям. То есть не получить оргазм после этой книжки вообще невозможно. Вот. Вторая... Оргазм от книги. Название. Название. Главное... Выпуска. Да. Вторая, это книга про вирус папиллома человека. Это проблема, которая связана с раком шейки матки. Из-за того, что есть у нас ВПЧ-фобия, это прям реальная проблема. Я за четыре месяца написал книгу, в которой я просто... Вот это был крик, потому что когда я сказал, а следующая пациентка с ВПЧ, я говорю, можно я уйду через окно? Потому что успокоить пациентов, запуганных раком в 21 год, это невозможно. Это вот по Артему мы говорили. Как называется книга? В зоне риска. И третья книга называется Добрая книга для будущей мамы, которая вообще посвящена подготовке к беременности, преодолению бесплодия. Она сейчас есть только в электронном варианте. Я занимаюсь сейчас редакцией для второго издания. Она будет немножко исправлена. Но она тоже классная. У нее особенность в том, что люди ее читающие беременеют. Поэтому если вы случайно ее читаете и не планируете беременность, предохраняетесь качественнее. Слушайте, ваши книги творят чудеса. Это оргазмы, беременность. Вы знаете, я не... Я просто... Я читаю комментарии, которые присылают. Все они опубликованы. То есть это так и происходит. Но это не потому, что я это сделал. Это потому, что, о чем мы говорили, люди захотели прочитать, узнать, поработать. Понимаете, опять... Икея. Понимаешь? Ну вот тебе все. Вот собери себе сам. Я, кстати говоря, сейчас, я не знаю, эта мысль пришла ко мне в процессе. Может, я потом переобуюсь. Но мне кажется, что когда специалист в соцсетях отвечает на вопросы, это неправильно. Объясню. Я объясню. У меня жена стилист. Best of the best. Люблю тебя, милая. Вот. Мне часто просят, пишут там, какое платье надеть? Вот это. Дорогая моя, если ты хочешь, как бы, сечь, это работа. И вот когда человек нашел книгу, купил ее, прочитал, он проделал работу, результат будет. А срезать углы, это, вот когда напрямую спросить у специалиста. Быстренько, что там, вот это вот. Я против этого. Во-первых, это не бережет время специалистов. А во-вторых, хочешь результаты, поработай. Я грешу этим. Но грешу этим, знаете почему? Вот я вам сейчас прям тут без патетики скажу. Если мне не требуется, ну, то есть, как бы, много писать, мне там, человек как конкретно... Нет, что у моей жены, что у вас все ответы-то уже есть. И в книгах, и в постах. Да. По работе, елки. Смотрите, человек спрашивает там, словно говоря, доктор, смотрите, то-то-то-то-то-то-то-то, мне сказали это принимать, мне надо это принимать. Ну, что мне, написать нет, что ли, сложно. Так вот, оказывается. Я прям понимаю, вот я понимаю, вот сейчас я сейчас зажлоблюсь, и человек пойдет по какому-то пути, и на мне это висит. Это, понимаете, это такая вот дурацкая помогалка, которую мне вот сюда, вот куда-то там вживили, от которой я не могу никуда деться. Я не могу не помочь человеку, который ко мне обращается. Я не могу, вот я вот не могу пролеснуть. Я же понимаю, что я могу, и мне это несложно. Не могу я вот с этим. Возможно, это и есть тот пропуск в медицину, который нужно делать. Знаете, какой фидбэк? Регулярно там в директ приходит сообщение. Ток, представляете себе, вот просто написала вам, вообще не думала, что ответите. Вы мне коротко ответили, а я уже родила, и все бросила. У меня там полтора года я бегала по врачам и все остальное. А вот я к вам обратилась, и вот у меня прямо операцию должны были делать. Вы представляете, вы мне просто сказали, не делать. И там через пару месяцев я там без этого всего там забеременел. То есть, вот эти маленькие ништячки, они прям валятся на тебя от того, что ты в какой-то момент открыл комменты, в какой-то момент вот просто потратил секунду на нет, да, делайте вот это, а не вот это. Я же тоже понимаю, что я отвечаю в той ситуации, никогда есть двоякая ситуация, где прям я понимаю, что я ответственно это несу. И человек потом тебе говорит, а вы знаете, вы его так взяли и изменили мою жизнь. Ну да. Понимаете? И вот эти вот ништячки, от которых ты понимаешь, что ой, там еще какой-то Ванька родился, Катька, Машка, просто потому что в какой-то момент ты вот это вот сделал, оно тебя греет. И это ведь тот наркотик, на котором мы сидим, понимаете? Конечно, конечно. Я всегда говорю про глубину отклика. Вот когда я начал делать подкаст, я впервые в своей карьере столкнулся с иной глубиной отклика. Не, ха-ха, лол, я всю жизнь комедией занимался. Ха, мощно, смешно. Ну, дядька-то, конечно, выдал. А тут вот такие письма я получаю. Я такой, елки-палки. Я, по-моему, что-то полезное делаю. Ха-ха, ух, мурашечки. А сейчас параллельно с вами думаю, я не зажлобился сам. Я понял, что я с удовольствием отвечаю на вопрос, где я вижу интерес человека, заинтересованность. Он так сформулировал, или он такой штуки спросил, что я такой, господи, спать, я сейчас тебе отвечу. А когда человек спрашивает, в самом начале нашего видео, допустим, пишет, Сергей, вот в следующий раз позови такого гинеколога и спроси у него про скверт. Ёб твои, ты посмотрел видео? Я не хочу ему писать, дорогой мой. Послушай, вот на такой момент мы говорим про это. Я вижу, что человек не, ну как бы, понимаете, да? Да. Если есть интерес, там хочется отвечать. Где ты чувствуешь, что человек хочет просто на халяву как-то слезать углы, и вообще интереса там нет и близко, то и вот. Я ровно так выбираю. Ну то есть, я понимаю, что это. Конечно, ну это так, ну какая-то лотерея, но в нее все равно нужно вкладывать. Человеку обязательно нужно давать возможность. Хотя бы мы критикуем, мы обесцениваем, ничего не обесцениваем. Вот на самом деле, как вы точно сказали, что выигрывает не тот, который каждое свое слово продает, а выигрывает тот, который щедро дает. Но есть одна еще история. Это история, которую я все время рассказываю, когда какой-нибудь бизнесмен начинает продавать, отдавать бесплатно хлеб, который у него скопился. В первый день его боготворят, на второй день приходят и говорят, почему мало, на третий говорят, а он черстоват, а на четвертый на него пишут заяву о том, что он перестал его выдавать. Вот эта эволюция от того, что тебе врач от Бога, спасибо, что помог, почему не ответили на мой вопрос, почему ответили коротко, почему не дали это, почему вообще не сделали. И вот эту, я эволюцию этого движения вижу постоянно. И как бы к ней нужно привыкнуть и понять, что вот не сгореть здесь. Иногда прям реально кажется, господи, меня еще критикуете за то, что я вам не так бесплатно ответил. Вот как-то прям вот так. Но потом меня... Это потому, что опять-таки мы живем в обществе гиперпотребления и товар-услуг. Все товар-услуг. Мы даже бесплатным недовольны теперь уже. Да. И люди даже не понимают, с какого перепуга ты читаешь их письмо. Сервис плохой. Да. На который я трачу свое время, чтобы прочитать их вот А4 и что-то ответить. Я же потратил время свое на чтение этого письма. А это потому, почему работает схема, по которой человек, специалист, который делится знаниями, выигрывает. Потому что как что бы ты ни рассказал и как подробно пациенты в праве, мы все люди, чувствуем себя исключительными. Да. И мы хотим всегда личного контакта. Пересохло у меня все. Да. Мы хотим личного контакта. Мы считаем себя исключительными, понимаете. Вот. Поэтому люди себя считают исключительными. Вот мне, пожалуйста, особый подход. Да вот достаточно посмотреть, как люди загружаются в самолет и посмотреть, как человек четко выписывает себя среди других. Да. Хотя все один и тот же самолет все зайдут и все зайдут в свои места. И всем найдется место для багажа. Всем всегда не было ситуации «А давайте выкинем этот чемодан, потому что он опоздал». Да. Дмитрий, дай вам Бог здоровья. Спасибо большое. Было классно. Спасибо. Приходите еще. Пишите вопросы для Дмитрия. Не он их не прочитает. Ни я на них не отвечу, но может быть мы Дмитрия еще раз позовем мир и с удовольствием. У вас очень хорошая атмосфера. Вдруг обнаружим, что мы что-то не спросили, что-то важное. Да. Все. Пока. Харе. Всем пора домой. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова